атеизм база это база советских времен и от меня зовут александр панчин я биолог и я атеист и сегодня хотел бы рассказать вам о том почему я атеист почему я называю себя так они например агностиком почему я не верю в бога почему я не хожу в церковь почему смотрите вообще давайте так посмотрите почему я называю себя атеистом они например агностиком то это значит давайте так смотрите рисунок опять для всех подаренных людей опять рисовал очка рисовать я люблю я я уже все я полюбил рисование я но я новый мэдисон считайте все рисунки идут смотрите есть два определения атеизма да соответственно есть большое широкое определение атеизма атеизм это отсутствие веры отсутствие веры и есть атеизм как частный случай то есть атеизм это собственно убежденность в том что бога нет вот смотрите да вот есть два два слова которые под атеизмом понимаются я думаю аутентичное вот это вот который вот отрицание но панчин даже смотрите как панчин составил предложение привет на заре так вот смотрите вот этот вот в большой атеизм входит малый атеизм условно агностики какие-то тоже могут входить ну и условно скептики тоже да то есть когда мы имеем ввиду вот это вот большое широкое понятие атеизм мы как бы и вот это и вот это и вот это все вместе подразумеваем потому что все это отсутствие веры до условно и пачин говорит почему я атеист они скажем агностик то есть даже он здесь интуитивно употребляет вот в этом значении слова атеизм понимаете справедливо мне тоже нравится именно это значение но более хорошее чем противоположную в общем я особо не рефлексировал на эту тему и более того у меня из этого были некоторые неврозы потому что я предполагал что ну есть некое всемогущее существо которое прям таки все знает то есть может читать мои мысли и при этом будет наказывать меня за любое нарушение каких-нибудь из его многочисленных заповедей особенно меня волновала заповедь не совы потому что я очень легко себе представлял сценарий что я могу соврать случайно сам себе и моем понимании это тоже было бы страшным грехом то есть я бы сказал себе типа я завтра лучу пятерку в школе а потом бы я не получил пятерку в школе и как бы получается я себе соврал и за это мне горит в аду ну то есть так мой детский мозг интерпретировал возможные последствия и я мог например лежать в кровати или сидеть в кресле на диване и рассуждать о том что я никому ничего не обещаю я себе ничего не обещаю и вот повторяете это раз за разом чтобы как бы ну бог был в курсе что я сейчас случайно не ляпнуть что-нибудь такое что потом не смогу исполнить в общем интересный мальчик был конечно интересный был мальчик он до сих пор интересным мальчиком конечно остался но и тогда он был довольно интересным мальчиком крайне внушаемым я считаю ну то что у меня история с богом короткая там реально один раз что-то попросил он ничего не сделал и я в общем забил болт ну вроде да в каком смысле вот бог находился в моем поле дискурса да то есть не услышал что-то про бога мама немножко говорила мы еще в храм ходили причем не этот не православный потому что православного тогда не было у нас а в лютеранский ходили как ни странно вот ну я попросил ничего не случилось короче ну и до свидания что-то стало как совсем неинтересно я думаю господи думаю да ну нафиг более того у меня на протяжении большей части вот такого наверное даже большей части жизни не не лютеранин но все равно на протяжении большей части жизни я скорее все равно был предрасположен к науке но я не скажу что большую часть разу разумной жизни но большую часть детства я был к науке предрасположен и много чё читал там и про динозавров всяких и про эволюцию вот как-то вот такое вот мне как-то соскочить было действительно тоже довольно просто потому что ну я ничего про христианство только-то и не знал на тот момент это я потом начал уже я потом только библию полностью прочитал лет 18 понимаете до 18 лет я библию в полном виде не читал только там детские пересказы библии да и то ну а кто в детстве читать то будет же убить себя можно просить простите от скуки потому что это очень жесткая книжка но как бы она очень большая мой мощная прям тревожные были времена помимо такой вот нет рефлексированной веры в бога у меня были некоторые другие мистические представления в детском детском саду я сам того хочу читал читал сейчас уже ничего не помню по факту привет лимон и крабик ну то есть она очень большая запутанная особенно вот эти вот новый завет он очень странный да и ветхий завет не менее странный по что ну там боже мой там главы буквально про то как эту экономику дом по-домашнюю вести я не знаю вроде даже некоторые главы просто скипал потому что ты такой сидишь еврейская экономика поехали дальше привет ирин но ты такая господи грустно скучно такой читаешь опять же я не помню насколько сколько я евангелие прочитал потому что все эти от матфея от луки от всего остального я скорее всего прочитал только одно из них ну то есть там где просто повторки я скорее всего просто одно осилил потому что ну я не настолько сошел честно говоря что перечитывать от руки тоже простите конечно верующие не хочу вас как бы никаким образом унизить но просто ну блин читать одно и тоже с некоторыми нюансами измененными спасибо большое я для себя не осилил я также свое время пробовал вызывать духов точнее как пробовал собирался но не очень получилось тоже это была история в америке короче панчин пытался вызывать духов пробовал в магию ничего не получилось и после этого он такой на все ну все этого ничего нету все конец не ну блин такая приземленная знаете какая приземленная история луки как я стал атеистом бывает нормально но сильно позже ездил несколько раз но борисы на том же самом основании можно прийти в лабораторию научную попробую что-то поделать по якобы научному методу обосраться у тебя ничего не получится и ты такой все я против науки это же нелепо вообще кстати даже к вопросу о детях ты работаешь по научному методу и ты профессиональный ученый который все делает правильно вероятность того что ты получишь какой-то позитивный результат не так велика то есть блин можно отработать не знаю 3 4 5 6 7 8 9 10 лет и не получить положительный результат на том или ином исследовании вот как то вот так вот понимаете в этом плане наука еще более хуевая чем магия наверное в маги ты прикалывай ну как прикалываешься не прикалываешь там это все делает магия а в науке ты сам все делаешь еще в конечном итоге ничего может не получиться по сути потом я поступил в университет в мгу на факультет биоинженера и биоинформатики у меня примерно тогда появился нормальный относительно доступ к интернету я смотрел различные дискуссии на тему ну веры на тему религии атеизма агностицизма и так далее ну я не знаю по моему в ряде дискуссий верующие уничтожают своих оппонентов докинза всяких по моему по моему по моему по моему если у тебя нейтральная позиция по вопросу религии ты скорее всего будешь склоняться к тому что всякие докинза чмокинза краусы и так далее проиграли по крайней мере потому что эти докинза чмокинза краусы и все остальные кто в этих дебатах участвуют они среднем вообще не особо выкупают что они пытаются опровергнуть то есть там как бы дебатируют две стороны одна сторона это верующие которые вере разбирается но науку никаким образом не оспаривает в среднем да то есть большинство верующих которые вот дебатах участвуют они не оспаривают науку а с другой стороны выходят всякие докинза чпокинза краусы и так далее которые пытаются оспорить какую-то религию но при этом они вот вообще не вдупляют о чем идет речь то есть они вот не знаю уровень знания религии у них на таком уровне что господь бог это бородатый мужик на облаке как бы плюс минус ну или около того соответственно и в этом плане ну вы понимаете да что тут чисто по баллам побеждают верующие очень часто вот если просто считать в многие дебаты я не скажу что все я не могу за все судить все дебаты которые я смотрел популярные я бы там везде отдал победу по баллам просто бы верующим при том что ну я не верующий даже близко и наверное ну атеизм но не за не атеизм не близок ничто мне не близко но христианство я то я не очень благосклонно отношусь на самом деле она мне как бы эстетически вообще не понятный не близко и относительно с этим еще ну как бы то что христианство с философией сделала это отдельная болезнь а есть объективная система счета баллов дебатах наверное нет но можно попытаться это как-то изобразить но то есть смотрите если оппонент берет и как бы его вся аргументация строится на пугали например да ну значит все фол просто фол как бы да да ты смотришь насколько содержательная речь человека в целом насколько она имеет аргументативную силу а если она вообще не попадает высказывание оппонента и никак не опровергает да что ж такое опровергает какие-то пугало ну это поражение и на самом деле на самом деле если вы посмотрите есть индийская система дебатов вот там плюс-минус и баллы есть там плюс-минус тебя и оштрафовать могут и ты можешь проиграть просто вот там такие правила что если ты например три раза не поймешь позицию оппонента а вот но при этом все ее понимают задрот 665 91 рубль спасибо на доширак хорошее настроение штате кушал сегодня макарончики кушал нормально вот все отлично так вот три раза не понимаешь что то что говорит оппонент но при этом и судьи и все люди вокруг понимают что говорит оппонент да ну три раз ты проиграл соответственно и в такой системе дебатировать как вы понимаете ну могут профессионалы в основном только ну потому что ну ты такой выходишь вниз на незнакомую территорию проигрываешь а после того как ты проигрываешь у тебя сейчас чаще всего обязательства перейти на сторону оппонента то есть ты не просто это иррациональный выбор совершаешь мол я такой умный да там все такое у меня переубедили я согласен перейти на сторону пойти не перейдешь тебя просто не поймут в обществе да то есть тебя тебя только что разъебали чмо как бы тебя в очко только что вот отодрали во все щели соответственно ты тут еще и выебываешься иди 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 в буддисты урод иди становись буддистом чмо короче а как то так и если бы соответственно у нас были в кавычках индийские правила я думаю объективно проиграли бы все эти сайентисты они они просто очень плохо относятся к позиции оппонентов они ее не изучают она для них не интересно практически эта позиция оппонентов ну и все там там очень очевидные прямые фоллы очень часто наблюдаются при том со стороны верующих это наблюдается реже потому что верующие в основном обороняются как ни странно есть отдельные верующие конечно которые идут в бой на теорию эволюции прям вот прям прямо вот сразу на теорию эволюции да вот прям берут в теорию эволюции а хуячат но да тогда обычно верующие фолят да это правда то есть ну многие верующие в принципе там креационисты многие прям вот большинство которые в дебатах и дискуссиях участвуют чаще всего не понимают что такое соответственно эволюция как она работает придумывают там какие-то свои недоаргументы в духе нету этого звена какого-то переходного посмотрите какая хуйня археоптерикс это полная полупа да вообще там и вообще-то курица большая просто там и все такое а вот вы посмотрите вот это такой пилдаунский человек это подделка да блять все знают что это подделка во первых а во вторых блять вы посмотрите сколько всякой хуйни кроме пилдаунского человека работе но как бы которую не опровергли на данный момент ну вот вот они да тут есть пилдаунский человек человек из какой-то еще залупы еще какой-то там человек может быть есть там внутри примера когда ученых смогли наебать это потом они такие но вообще-то нас наебали давайте-ка это давай мы вынуждены признать что нас наебали да то есть это правда это правда но просто в большинстве дебатов насчет религии происходит столкновение на тему того что религия говно или не говно понимаете вот я также ознакомился с некоторыми работами и утверждениями разных философов которые на самом деле достаточно сильно повлияли на мое мировоззрение сейчас я хотел бы привести несколько примеров уеху называть философских аргументов которые мне кажется достаточно интересными чтобы принять их во внимание на самом деле я думаю что многие из аргументов которые сейчас перечислю их многие из вас слышали но поскольку мы здесь собираем базу и я бы хотел чтобы этот ролик посмотрели не только атеисты чтобы атеисты могли этот ролик пересылать своим друзьям и знакомым или родственникам которые верующие чтобы они могли с этими аргументами ознакомиться я считаю важную для чайник красала ёб твою мать ай да ладно и так начнем с первого такого философского аргумента который опять я думаю многие по него знают но тем не менее этот чайник раз его при салутой философ беретрана особо и но такую метафору представьте себе что где-то по орбите вокруг солнца вращается маленький едва заметные фарфоровый чайник но вращается себе вращается но тысячи который утверждает что это так и что в этот чайник нужно поверить если вы утверждаете обратно владислав может он там и вращается чайник но у религии тут еще дополнительный ответ да это во первых чайник и бог не тождественные обычно религиозные люди доказывают именно необходимость существования бога для существования мира есть есть ряд серьезных аргументов но как серьезных не то чтобы прям сильных но по крайней мере серьезных которые именно рассказывают о необходимости существования бога мы не можем доказать необходимость существования чайника необходимость существования единорогов и необходимость существования там невидимо каких-нибудь гномиков да и всего остального но необходимость существования бога доказывают и судя по всему ну это имеет смысл со времен еще аристотеля это имеет смысл что самое Главное, это не просто какой-то сказочный якобы персонаж, который просто такой, «Эй, я волшебник, я создаю мир». Это некая сущность, которая необходимо существует для того, чтобы существовала в том числе материальная вселенная. То есть это вот как бы вот так вот работает. Откуда происходит движение? Ну, собственно, от Бога и так далее, так далее, так далее. Там, откуда прекрасное, тоже от Бога, все сходится в итоге в Боге, и Бог тоже необходим, об этом много рассуждений. Я не скажу, что это очень убедительный и серьезный и сильный аргумент, и что нельзя найти какие-то другие первопричины, попытаться придумать, предложить. Но просто все те же концепции на чайник Рассела распространить действительно невозможно. И одновременно с этим у верующих есть один серьезный ответ, который как бы уничтожает вообще в принципе вот эту хуйню в виде чайника Рассела. Это просто, они верят, это вера. Вера это степень убежденности, отличная от того, что подразумевает знание, по крайней мере. Я рассчитываю, что это более слабая степень убежденности, чем знание, да, все-таки. То есть, ну ты веришь, но ты не знаешь. У тебя есть место для сомнений, у тебя бывает кризис веры. То есть ты все еще как будто бы веришь, а может и не веришь, сомневаешься, короче, не знаешь. Что-то в жизни у тебя все плохо пошло, у тебя есть возможность для кризиса веры. Вот когда у тебя не может быть кризиса знания, да, то есть, вот либо эволюция знания, либо незнание, либо хуйня на постном масле, понимаете. Тут как бы кризиса знания быть не может. Либо да, либо нет как бы. Вот, либо знаю, либо не знаю. Либо я думаю, что знаю, понимаете, да. Знание – это очень высокая степень убежденности, граничащая, ну, собственно, с тем, что мы вот, мы точно доказали, что познали истину. Высочайшая степень убежденности. В то время как вера, она тоже может быть сильной убежденностью, но она имеет свою специфику. Ну, да, вера не доказывается. Вера основывается, ну, в случае христианства, на откровении. На откровении основывается, да. Да, она нерациональна. Ну, ее можно пытаться рационализировать, но сама по себе она нерациональна, соответственно. И в этом плане, ну, вот эта концепция веры и вообще разделение на веру и знания, которые привели сначала христиане, а потом уже, собственно, и в науке это тоже стало использоваться, просто уничтожает концепцию чайника Рассела в нулину, как бы. Просто странные атеисты, странные атеисты по какой-то причине пытаются сопоставлять веру и знания. Ну, вместо того, что... Ну, просто я к тому, что это плохой аргумент, чайник Рассела. Пересказывайте этот аргумент, я лучше процитирую самого Бертрана Рассела. Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам, он длежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот скептики обязаны их опровергать. Ну, вы не скептики, Бертран Рассел не скептик, и человек, который отрицает Бога, не скептик вообще. Мне не нравится, когда слово скептик употребляется в таком, собственно, широком смысле. И с другой стороны, утверждение и отрицание, они чисто по логической форме, их можно переводить друг в друга очень часто. Ну, то есть, я не знаю, вы можете просто, я не знаю, сказать, Бога нет или Бога не существует, да, соответственно, еще что-то можете делать. То есть, вы можете делать утверждение, можете делать отрицание, да, то есть, причем они переводятся друг в друга довольно легко, соответственно. Утверждение и отрицание имеют очень похожую природу. Во-первых, это оба типа убежденности, мы убеждены, что что-то есть или чего-то нет, соответственно. Но это не скептицизм. И в убежденности того, что что-то есть и чего-то нет, ну, доказывать, наверное, придется обоим. Ну, как бы, неплохо было бы. Вот скептику реально нечего доказывать, то есть, он такой, бля, а есть оно или нет, да, интересно. Интересно, есть ли оно или нет. Было бы странно заставлять человека, который сомневается, заставлять его доказывать, что он имеет право в этом сомневаться. Когда он такой приходит и говорит, так, стоп. Так, ёпта, стоп, мне непонятно. Я бы хотел доказательств, да, так скажем. То есть, человек такой приходит, а можно доказательства? Ему говорят, а ты докажи, что тебе нужны доказательства, дурак, нахуй. Блядь. Вот это кринж. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавь я предусмотрительно. Чайник слишком мало, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться. Ну, Борис Эн одновременно с тем, что это создает лишнюю сущность, как вы говорите, параллельно с этим это решает огромное количество проблем, которые упрощают нам ситуацию и позволяют не множить другие лишние сущности. Например, если бы мы были уверены в существовании Бога, я думаю, мы бы не нуждались ни в стандартной модели, ни в УТО, ни в чем-нибудь еще, честно говоря. Ну, Евгений что-то вроде того, да. Ну, то есть в идеальном состоянии, в состоянии абсолютного скептицизма нету. Но в этом состоянии находиться всегда нельзя. Ну, может быть и можно, конечно. Я не пробовал, но вроде бы нет. Вроде бы никто в нем всю свою жизнь дальше не находился. В него иногда можно входить. А относительно метафизического фундамента, да, это нефальсифицируемо, это норма, что нефальсифицируемо. А лишнее, не лишнее, ну, слушайте, кто как посмотрит. Просто, опять же, если мы говорим о лишних сущностях и бритве окома, я напоминаю, что бритва окома сначала работала прямо противоположно. То есть вся вот эта физическая хуйня, она идет нахуй, а Бог остается, как бы. И вообще изначально она так и подразумевалась, да, что вот. Главное, что у нас Бог как бы есть, а все остальное это уже... Ну, когда вы выходите из состояния абсолютного скептицизма, у вас такой постскептицизм остается. То есть обретать какие-то серьезные, долговременные убежденности становится трудно. Убежденности, которые у вас есть, они могут легко меняться, легче, чем в обычном мире. Каких-то центральных убеждений меньше, соответственно, да, вообще их нету. Они быстро растворяются, меняются и так далее, так далее, так далее. То есть вот как-то так это работает. Проще становится контролировать мнение, каким-то образом с ними взаимодействовать и так далее. Я бы даже сказал, что чайник в каком-то смысле, ну, более правдоподобен, потому что, по крайней мере, мы точно знаем, что чайники существуют. Да, чайник более правдоподобен, с чего бы? С чего бы это чайник более правдоподобен? Как мы можем узнать, что чайник более правдоподобен? Это как мы оценили? Ну, по крайней мере, по крайней мере, в ряде некоторых картин мира представить себе мир без бога оказывается невозможно. Это просто противоречиво, буквально просто противоречиво. Если вы посмотрите на доказательства разных философов, ну, религиозных или верующих, каких-то там еще, может быть, неверующих, нерелигиозных, но теистов, по крайней мере, вы обнаружите, что в их картине мира отсутствие бога приводит к противоречиям. Правда, да, это строится на ряде определенных постулатов, которых можно сомневаться обычно. Так что не обходится без того, что там и эти постулаты можно раскритиковать. Ну, а вероятность существования чайника Рассела — это просто рандомный объект, который, собственно, придумал товарищ, соответственно, кто там? Рассел. А, Бритва Окама. Ну, Бритва Окама, она и в ту, и в другую сторону может использоваться. В этом, как бы, проблема. Да, я понимаю, что всякие шизы по типу Ютковского, Хуёвского и так далее, они прям буквально высчитывают какие-то там биты и говорят, что бог весит в битах больше, чем его отсутствие, там и все такое, бу-бу-бу, ба-ба-ба и так далее. Но звучит как хуйня, во-первых. Во-вторых, классическая Бритва Окама, она работала просто прям противоположным образом, соответственно, да, поскольку, ну, натурализм не был в приоритете, натуралистическое мировоззрение тогда не было распространено, распространено, понятное дело, и Бритва Окама, она просто работала обратно противоположным образом. Нет, не то, чтобы она умножала сущности, но она срезала противоположные сущности, натуралистические скорее даже. Так что тут еще вопрос, а как и что мы будем этой Бритвой резать, честно говоря? Ну, например, Беркли срезал весь материальный мир. Сделал это довольно неплохо, и вы берклянскую модель вряд ли опровергнете до сих пор, кстати. Ну, у Беркли неплохая довольно-таки модель. То есть все эти ваши законы природы, материя, вся эта хуйня просто сбриваются как лишние элементы, и, соответственно, остается, ну, собственно, душа, души, соответственно, бог и восприятие, соответственно. Все, ничего лишнего, ничего лишнего, никаких ОТО, никакой вашей эволюции, никакой всей этой хуйни ебаной, без всех этих дурацких нагромождений, чепухи тотальные, которые в университетах сейчас проходят, да, вот буквально все. И этим можно описать любой практически опыт. Все, что вы видите, все это вам бог посылает, и вообще никаких вопросов. Есть единственное, что проблема будет с фальсифицируемостью, понятное дело, ну, а кто сказал, что мы должны веровать в фальсифицируемость, и должны ее каким-то образом... На нее дрочить тоже непонятно. Ну, то есть я вообще не считаю, что фальсифицируемость – это что-то хорошее в целом. Да, для научной теории это обязательный параметр, но это просто то, что характеризует... Одна из вещей, которая характеризует научную теорию. Все, конец, как бы, да. То, что это хорошо, и то, что это работает, то, что это приближает нас к знанию, я, честно говоря, здесь очень сильно сомневаюсь. А относительно простой работоспособной системы, которая может описать все, что угодно, ну, их в философии бесконечное множество, включая, вот, например, систему Беркли. Ну, как бесконечное. Их, конечно, в истории философии конечное множество, но создать их можно, наверное, бесконечное множество. Ну, или очень много. Настолько много, что можно говорить о некоторой такой неограниченности, огромности, колоссальности. Так что в этом плане, ну, окей. И можно создать более простые системы, чем то, что нам сейчас наука вещает. Да и наука-то, она вроде бы стремится к простоте, исходя из натурализма. Но натурализм оказывается слишком сложен и подразумевает много разных сущностей. И, соответственно, все равно приходится усложнять. А вне натурализма мы уйти не можем. И поэтому бритва окома, она как бы, знаете, она работает именно в рамках натурализма. Но я думаю, если мы будем в какой-нибудь чистый идеализм пороться, или особенно в субъективный идеализм, мы можем оставить вплоть там все до одной сущности. В таком случае, наверное, в таком случае, наверное, солипсизм самая чистая модель из всех, которые только можно вобретать. Вот тот самый солипсизм, когда существует только вот мое сознание, одно единственное. И все, и больше ничего. Я все остальное создаю. Вот бритва окома здесь, наверное, отрабатывает лучше всего, потому что мне не надо ничего больше придумывать. Соответственно. Я есть крутой охуенный сверхразум, все, единственное мое допущение, из которого я исхожу. Вот я создаю мир, да, там, и я уже, ну, поскольку я сверхразум, я делаю все, что угодно, соответственно, уже здесь. Никаких лишних сущностей, никаких отличных от меня божеств, никаких законов природы, ничего, соответственно, да. Максимально простая модель. Просто максимально простая модель, под которую можно построить буквально все, как бы. И в этом плане, ну, здесь бритва окома буквально вот, 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 оставляет одну сущность. Прекрасно, прекрасно. А в христианстве еще, ну, бог, ну, я есть еще как. Уже две сущности. Уже как-то, да, уже минимум две. А тут еще и другие души в христианстве есть. Ну, уже дохуя сущностей разных. Вот. А в науке этих сущностей хоть, блядь, жопа и жуй, просто, блядь, все эти брионы, хуёны, блядь, лептоны, ньютоны и так далее, так далее, так далее, гравитоны, ну, вы поняли. Смотришь просто этих сущностей, их еще и множат, 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 множат постоянно. А если взять ненатуралистическую модель описания, может быть, и проще можно было бы к всему этому подойти, понимаете? Но как-то так. Бритва окома очень неоднозначная штука. Здесь в контексте атеизма, в контексте натурализма и в контексте даже науки не очень однозначная вещь, особенно если мы берем ее в таком чистом виде, оторванном от натурализма, получается, да. Второй философский принцип, опять же, я думаю, что многие его знают, называется бритва окома. Принцип гласит, что не создавая сущностей сверхнеобходимого, но я его интерпретирую примерно так. Если у нас есть два объяснения, которые имеют одинаковую предсказательную силу, одинаково хорошо описывают реальность, но... Ну, предсказательная сила, это тоже интересная хуйня. Мне, кстати, кажется, что мы можем довести даже наши философские теории до такого уровня, чтобы они могли предсказывать будущие открытые факты. Но просто у нас ресурсов таких нет у философов. То есть, понятное дело, что над философской теорией работает один как бы... Один челик, типа там Гегеля, а потом, не знаю, несколько десятков пытаются доработать, и то половину друг друга в рот как бы ебали, буквально в переписке писали, как они ебали друг другу матерей, соответственно, и слали нахуй. Иногда завуалированы, иногда прямо как бы. Так что в этом плане, в этом плане, да, трудно сказать, что здесь происходит какая-то целенаправленная, единая, целостная работа, ну, вы понимаете, да, потому что в эту теорию, например, какого-нибудь Гегеля усовершенствовать и систематически применять. Да и многие люди, которые это делают, нередко не являются какими-то глубочайшими специалистами по тем темам, в которые они пытаются войти. Ну, например, Гегель, он в своей системе описывал в том числе и то, как химия работает, и физика в том числе, у него там есть эти элементы описания. Но он вообще даже же близко не представлял, о чем пишет так-то. Ну, по факту, и мы все это знаем. Просто ему нужно было физику и химию вписать в свою философскую систему. Это правильно. Это правильно, что нужно было вписать. Но один человек, как вы понимаете, создавая большую философскую систему, не может учесть все и быть специалистом во всем. Поэтому понятное дело, что он обосрался. По-хорошему было бы неплохо, если пришли ребята, которые шарят за физику и химию, и они бы сделали похожее что-то, но не обосрались бы, по крайней мере, в данном моментике. Понимаете? И, может быть, в рамках диалектики смогли бы создать какую-нибудь предсказательную теорию уже. И, может быть, она бы даже и предсказывала бы что-то, особенно при определенных настройках, если бы этих специалистов было много. Но мы такого не проверяли и никогда не проверим, наверное. А, может быть, и проверим. Но потом, в общем, сейчас у нас наука настолько в дамках, а философия настолько в говне, что рассчитывать на то, что хоть какая-то философская теория сравняется с научной, не очень стоит. Хотя, опять же, тут есть нюансы, потому что, опять же, из философии что у нас появляется? Это та же социология. А социология, она описывает науку. Есть различные социологические теории, которые, ну, собственно, сводят все эти научные, в общем-то, вещи своим социологическим, опять же, категориям. Категории это бывают разные, то есть, ну, например, социальный конструктивизм есть, да, то есть, ну, социальный конструкт. Вот. Важно. И, да, философия, философия порождает социологию, и внутри социологии появляются дискурсы, в которых уже работают специалисты, хорошие специалисты, которые могут продвигать ту или иную концепцию и хорошо ее защищать и отстаивать. Вот в чем дело. По крайней мере, да, по крайней мере, такое и есть. Но это, видите, опять же, какая-то философия постепенно преобразуется в кавычках науку или академическую дисциплину, и только благодаря вот этому вот академизму получается собирать большое количество людей вокруг той или иной проблемы, и как только вот это вот происходит, накопление массы людей, тогда, в принципе, ну, как бы идет какая-то работа, соответственно. Позитивная работа, и там можно что-то пытаться предсказывать, и можно предсказывать поведение людей, допустим, пробовать или еще что-то предсказывать, да, то есть, ну, не очевидно, и не просто именно по какому-то индуктивному опыту, потому что по индуктивному опыту предсказывать может, блядь, любая обезьяна, по сути-то, ну, как бы, ну, как бы, блядь, если вот эта штука 200 тысяч раз упала на пол вниз, когда я вот так вот ее опустил, она и на 2000, на 200 тысяч первый раз тоже упадет, по-любому, скорее всего. Ну, как, может быть, и не упадет, но я буду рассчитывать, что она упадет, короче. Если плюнуть человеку в ебало, и он начнет с тобой драться, и так сделать 10 тысяч раз, и 10 тысяч людей начнут с тобой драться, наверное, в 10 тысяч первый раз тоже можно предсказать, что люди будут с тобой драться, да, то есть, следуя по вот такому индуктивному опыту, такое индуктивное предсказание, это не научное предсказание, замечу, это не это предсказание Панчин имеет в виду, работать обычно можно, но если теория будет какая-нибудь социологическая или какая-нибудь другая, предсказывать поведение людей, которое еще не было изучено, собственно, индуктивно, вот это неплохо, и, судя по всему, такие теории есть. Ну, и опять же, я не социолог, я не могу здесь ни за что ручаться, я здесь не специалист, но социологи, наверное, расскажут, что есть или не есть, ну, и расскажут еще про проблемы, которые в этой штуке бывают, в предсказаниях таких вещей, поведений. Одно из них содержит некоторую дополнительную сущность, то первое объяснение, оно более вероятно. Идея Бога, мне кажется... Ну, тут проблема еще может заключаться в том, что если мы, допустим, в науке, в науке, в настоящей науке, имеется в виду, да, в академической, естественной науке, появилось две теории. И обе теории, как бы, все, показали одинаковые результаты. Какая из них победит? Которая по бритве окома проходит? Не факт. Просто создателем одной из теорий, может быть, более авторитетный, легендарный персонаж, какой-нибудь, там, Менделеев, там, какой-нибудь Дарвин или кто-то еще, но тот, у кого, короче, медалек на груди больше, как у Брежнева, вот, у кого медалек на груди больше, и могут выбрать его теорию, почитаться социальному критерию и потом ее оправдывать. А вторую теорию считать фуфлом, например. Тоже такое вполне может быть, и не следует забывать о том, что ученые — это люди. А во-вторых, не следует забывать еще более важную вещь, научный процесс содержит в себе ряд хаотических элементов. То есть он не настолько уж и структурирован, как нам хотелось бы. То есть есть очень разные ученые в разных странах, которые создают разные теории, проводят разные опыты и так далее, так далее, так далее. Да, и вот нередко, нередко признание той или иной теории, оно зависит не столько даже от того, насколько хороша эта теория, а сколько от того, ну, собственно, в какой стране она была сформирована вообще-то, да? Ну, потому что, ну, наиболее, наиболее иерархически важные почитаемые специалисты, они просто находятся в среднем на Западе, как ни странно, да? Это вообще вот первый критерий будет, да, место, где это произошло. Ну, и теорию нередко формирует какой-то, ну, достаточно авторитетный человек. Если какой-то шиз с улицы внезапно сформирует охуенную теорию, ученые, скорее всего, нахуй пошлют. Заслуженно, или заслуженно-служенно, ну, заслуженно-не-заслуженно, но нахуй они его точно пошлют. И здесь, кстати, нам скорее поможет социология познания, социология науки, как таковой, которая поможет нам рассмотреть подобные вот механизмы. ну, Борис Энн иногда, ну, и Ньютон был легендой просто, ну, его тоже разъебали в конечном итоге. Не хотели, но разъебали. Иногда бывают такие, как бы, ну, проебы, которые простить невозможно, как бы, понимаете, Борис Энн? Но если у вас две одинаковые теории, которые описывают одни и те же объекты одинаково хорошо, но одна теория проще, другая сложнее, ученые далеко не всегда выберут по бритве окома ту, которая проще. Здесь не стоит восхвалять научное опознание, не нужно думать, что оно, как бы, оно идеальное какое-то, да, то есть, все равно нюансов внутри него будет разных много, тем более социальных нюансов, и если вы внутри поваритесь в науке, я думаю, давайте так, нету лучшего аргумента в пользу антисоентизма, чем повариться в науке хотя бы там несколько лет, там, 10 лет в ней поваришься, и, соответственно, если ты умный чувак, ты, скорее всего, ну, может быть, и не станешь антисоентизмом, но от этой хуйни тебя, которая называется наукой, станет, будет тошнить, соответственно, как минимум, а когда тебя уже будет тошнить от этой науки, тебя, скорее всего, проще будет переманить в антисоентизм, вот как-то так, понимаете? Шадов, когда ты научно-показательно объяснишь существование бедности и не договороспособности осуждаю индусов через вас и никогда, Максим. Ага. Ну, как-то так, просто опять же, та наука из сказок, о которой нам рассказывает Панчин, и которую я тоже нередко критикую, то есть меня даже сказочная наука не очень, как бы, да, убеждает, то есть даже если бы наука была прекрасным миром сказок, где, короче, пони какают истинными, там, ну, не знаю, правдоподобными, качественными теориями, где пони выкакивают, ну, пони, это ученые имеются, выкакивают прекрасные эксперименты с офигенной фальсифицируемостью всегда, и все у них четко и круто и хорошо, никакого обмана, никаких ошибок, они такие молодцы и прекрасные, и замечательные, но ошибок имеется в виду в методе, то есть они не проебывают метод хотя бы, да, вот если бы мы жили в таком прекрасном мире с радугой и прекрасными пони, я этот подход тоже критикую, да, то есть было бы тоже хуёво, на мой взгляд, то есть это тоже достойно критики, такой подход, но наука на самом деле куда хуже, она до своего идеала не дотягивает от слова, ну вот даже близко, ну совсем. С такой вот дополнительной сущностью, которая ничего не добавляет к нашему пониманию окружающих. Ну так вот, вот этот вот идеал в кавычках относительно буриданова осла между двумя теориями выбирать, ну блядь, по факту в научном сообществе это будет работать по многим законам, включая социальные законы, которые игнорировать здесь нельзя. Учёный это не автоматический какой-то алгоритм, хотя он стремится к тому, чтобы быть алгоритмом, да, так скажем, по решению проблемы в рамках научного метода, но он всё-таки не математический алгоритм, который просто берёт и как бы вх, вх, короче, и всё решает. Вот так вот, математически, мол, оооо, в этой теории на одну сущность больше, чем вот в этой, поэтому я выбираю ту, в которой меньше, и все учёные делают именно так, и, к сожалению, это не так работает. Ещё не было такого примера или прецедента, чтобы кто-то на основании гипотезы существования Бога сделал какое-то неочевидное, нетривиальное предсказание об окружающем мире, которое не было бы никому известно до этого. Ну да, 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 вот это и есть научное предсказание. А потом учёные бы пришли, проверили, и оказалось, что опа, так оно и есть, вот как вот из гипотезы Бога. Ну, тут проблема заключается в том, что в кавычках гипотеза Бога, если об этом так можно вообще говорить, она крайне абстрактно составлена, и она очень нехорошо проработана. Следует, так оно и получается в реальности. В противовесе этому можно противопоставить более-менее любую научную теорию, да, возьмём, например, открытие бозона Хиггса. Учёные предположили, что определённый... Тут важно просто ещё дополнительно заметить, что у верующих никогда и не было достаточно хорошо проработанной теории Бога, которая бы позволяла что-то предсказывать. То есть, ресурсов на создание такой теории нету. И они даже не пытаются, более того, да, у них Бог, он непознаваем. Мне вообще интересно, а можно было бы создать такую теорию Бога, которая будет достаточно предсказательна, то есть, допустим, Бог работает по определённым правилам. Да? То есть, да, Бог работает по определённым правилам. Вот. У Бога есть условно законы в его поведении. Условно, да? Вот. И мы начинаем, исходя из этих законов, пытаться, собственно, составить вот эти... картину мира на эти законы наши, да, вот картину этих законов, сообразуя их с имеющимся опытом, и потом из этого опыта, который мы имеем, из той картины теории Бога, у которого свои законы, уже пытаться предсказывать какие-то другие факты. Вот такого, насколько я помню, никогда не было в истории теологии, богословия. Богословие не тем немножко занимается, и в среднем, даже если мы берём тех людей, которые занимаются чем-то похожим, их чуть-чуть, то есть, количество, если сравнивать их с количеством учёных, тех богословов, которые реально занимаются, вот той проблемой, которую мы обозначили, их просто микроскопически мало. Вот. То есть, Александр, нет, или вы хотите сказать, что их много, и они, их сравнимое количество с учёными, и у них нету никаких результатов? То есть, вы хотите сказать, что это уже есть в христианстве, просто это не работает? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю, что вы хотите сказать? Я вас дефаю. Эй, блядь, не стреляй в меня, ты своих мочишь, дружище. А, вот. Ну, правильно, Борисен, да, именно. Как бы, что по своим стреляешь, Александр, я как бы, я буквально здесь дефаю. То есть, у вас, да, слабая система богословия крайне слаба по сравнению с тем, что из собой представляет наука. Поэтому мы не можем получить хорошую, качественную, в описательном смысле, в объяснительном смысле, теорию Бога, которая действительно могла бы выполнять те функции, которые сейчас выполняет научная теория. Почему мы не можем получить? Может быть, потому что её вообще нельзя получить. Потому что, может быть, теория Бога вообще фигня. Я не знаю. А может быть, потому что там надо очень много работать и нужно очень много ресурсов и людей, интеллектуалов, которые занимались бы этим профессионально много-много лет, как учёные, много веков, может быть, даже. И тогда бы мы пришли к хорошим описательным теориям. Ох, хер его здесь знает. А не попробуешь, не узнаешь, соответственно. Вот. В экспериментах будут определённые результаты, проверили, и они подтвердились. То есть, сначала теоретическое предсказание было, потом, вот, пожалуйста, эмпирическая проверка. И так, в любой области науки, научные гипотезы, научные теории, они дают нам возможность что-то узнавать новое про окружающий мир. Ну, хрен его знает, насколько они дают способность узнавать. По крайней мере, потому что, ну, пока мы не обнаружим в окружающем мире то, что предсказывает теория, мы не узнаем, права ли это теория или нет. Вот. Тут вот в этом нюанс заключается. То есть, ну, если теория ничего не предсказала, мы такие, так, мы её фальсифицировали, кажется. Кажется, это ложная теория, ребят. А если она что-то предсказала, это не значит, что она и дальше будет предсказывать. Тут вот такие вот нюансы. Ну, и обычно, не знаю, насколько много эти теории предсказывают, тут тоже важно отметить. Ну, например, ОТО предсказала чёрные дыры. Окей. Что она ещё предсказала? Вот какое количество будущих фактов она предсказала? Да и что такое чёрные дыры, тоже, знаете, мы можем как-нибудь... Ну, то есть, мы нашли объекты в космосе, которые хоть как-то похожи на чёрные дыры. Вот. Так как бы. Нашли. То есть, их сначала не было, мы в теории предсказали, что какие-то похожие объекты, они в космосе будут находиться, но вдруг они не настолько похожи, как нам кажутся. Вдруг, соответственно, это не прямо, да, вдруг это не те чёрные дыры, которые мы имеем в виду. Вдруг там, не знаю... Короче. 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 А как определить, что наше предсказание действительно сбылось тоже окончательно, особенно на примере чёрных дыр, потому что чёрные дыры, но мы до них никогда в жизни не доберёмся, наверное. И внутрь мы в них не нырнём, и такого условия, наверное, нет. И мы можем только теоретически думать о том, как эта чёрная дыра устроена, а внутри там может быть всё, что угодно. То есть, получается так, что, не знаю, давайте так. Рисунок. Я, конечно, сейчас мемный пример приведу, лоховской, но вы учитывайте, да, что это... Допустим, у нас есть вот чёрная дыра, условно, вот она, чёрная дыра. Она вся чёрная... Побольше надо бы нарисовать её. Вторая будет большая. Вот у нас есть чёрная дыра, которую мы предсказали теоретически. Ну, там все формулы работают, там тяготение, хуение, там всё в неё там втягивается, соответственно, и так далее, так далее, так далее, да, там материя, блядь, спрессованная вся хуйня. Соответственно, вот она. Вот она, чёрная дыра. И цвет от неё нахуй убегает. Вот. А вдруг вместо этой чёрной дыры там находится такой чёрный-чёрный-чёрный человечек, чёрный-чёрный-чёрный, блядь, человечек, свернувшийся калачиком, конечно, блядь, соответственно, блядь. Но он просто обладает свойствами чёрной дыры, блядь, и он просто, блядь, такой. Ну, вы понимаете, да, то есть вот эта теория, она предсказывает, что есть объект, который обладает вот такой силой, который притягивает себе всё, и даже свет вот не может от неё убежать, и туда нахуй попадает свет, да, соответственно, ещё какие-то другие вещи. То есть это чёрный-человечек, по формулам, он как бы всё точно так же впитывает, но, блядь, он чёрный-человечек, а не как бы чёрная дыра, понимаете? Абсолютно две разные вещи, получается. Абсолютно две разные вещи. И тут вопрос, а насколько наука это предсказала тогда, получается? Сколько хорошо предсказания? Нихуя не понятно. То есть есть какой-то объект, который мы могли перепутать вот с этой теоретической чёрной дырой, допустим, условно, да, ну вот, допустим, окей. Ну вот этот тёмный господин, тёмный господин, да, ну, такой вот таинственный. И мы за ним наблюдаем, и снаружи он выглядит тоже как будто бы чёрная дыра, потому что весь свет уходит, мы ничего не видим там, это ручки, ножки не видим, нихуя не видим, оно всё как бы это. А вот так вот. То есть мы иногда ещё и можем перепутать предсказания, исходя из теории, мы можем заведомо ожидать какой-то результат, и увидев что-то вот там, например, что-то похожее на чёрную дыру, мы такие показы говорим, о, это чёрная дыра, это мы предсказали в нашей теории, соответственно. То есть в этом плане, в этом плане, мы такие, опа, и такое, знаете, как это называется, самосбывшиеся предсказания, хотя не совсем так, это не совсем так, потому что самосбывшиеся предсказания нереально сбываются. А тут мы как бы себе, мы дали такой ответ, мол, да, вот теория предсказала что-то похожее, и вроде бы это она все предсказание теории свершилось а бога можно объяснить помните что угодно все воля божья пожар да но это из общей теории бога можно объяснить все что угодно из теории согласно которой пространство время искривляются просто так вот давайте давайте просто остановимся на этом и не будем говорить ни про какую математику которая дальше следует про другие утверждения просто пространство время искривляются тем что пространство время искривляется можно объяснить все, что угодно. Вообще все, что угодно. Вот буквально все, что угодно. Это правда. И само это утверждение само по себе нефальсифицируемо. Ну, вы понимаете, почему. Просто пространство и время, блядь, искривляются. А как ты это фальсифицируешь? Да никак, блядь. Ну, блядь, время, пространство ты вот так вот не потрогаешь. Ну, вот даже если возможно путешествие во времени или невозможно, ну, нихуя все равно не знаем. А вдруг есть какое-то другое устройство мира нашего, которое позволяет путешествовать во времени, да? То есть даже если мы сможем путешествовать во времени, это еще не опровержение, не доказательство и ничего. И в этом плане ну как-то как-то вот само утверждение время и пространство могут искривляться. Оно нам ни о чем не говорит, оно слишком абстрактно. А хорошая научная теория, вот как раз та, которая была у Эйнштейна, да, она и с моделью совмещается, и у нее есть другие какие-то утверждения, вот, у нее есть другие постулаты какие-то, помимо того, что я сказал. Там очень большая сложная сетка убеждений, которая долгое время еще корректировалась, что самое важное. Понимаете, это не просто кто-то сказал, вот оно вот так вот. Это еще долго корректировалось. И в итоге теория пришла в рабочий, так скажем, вид. Понимаете? Мне кажется, теорию Бога можно привести в такой же рабочий вид. Я не знаю. Я не знаю. Ну просто, понимаете, единственный случай, когда во всем мире люди пришли вот таким вот теориям, это было в науке. Знаете почему? Судя по тому, что огромное количество людей работали над этими теориями. Ну и собирали кучу разных материалов. Если те же материалы впустить под описание другой теории, мы не знаем, что произойдет. У нас просто пруфов нету, понимаете? Мы не знаем, что будет, если реально серьезно возьмут креационисты вместе объединяться, создадут серьезные институты, где они будут серьезно изучать биологию, где они будут изучать все факты, которые внутри биологии есть. Будут пытаться их объяснить с помощью своих теорий разных. Эти теории будут конкурировать друг с другом, креационистические теории. Будут соревноваться по степени, по уровню предсказательности, допустим, мы не знаем, что будет. Может быть, они, блядь, победят ученых вообще, вот этих вот биологов. Мы просто... У нас нету опыта, который бы нам мог показать, могут ли креационисты при лучшей своей форме создавать такие теории, которые будут конкурировать с научными. У нас есть, блядь, несколько инвалидов, блядь, креационистов, которые по слогам читают, которые... Как вы понимаете? То есть люди без образования нередко. Вообще, судя по всему, без образования. Может быть, там, не знаю, пять классов школы и там духовное семинарие. Выходят и рассказывают вам о том, что эволюция говно, потому что пикикантробский, блядь, какой-то, блядь, человек, в общем-то, был подделкой, соответственно. То есть у людей ни логики, ни рассуждения, ни аргументов, они не понимают, о чем они разговаривают, и, соответственно, ну, вот, блин, вам почти весь популярный креационизм. Очень-очень большая часть популярного креационизма это буквально вот это. Но мы не знаем, а есть такие креационисты, как Тейяр, у которого было биологическое образование, и он жил в 20 веке. И он как раз описывал развитие живого через, собственно, божественную теорию, через креационизм, ну, своеобразный креационизм, но креационизм в данном случае, понимаете, в чем дело? Ну, Тейяр это как бы один такой челик, которого я знаю, может быть, другие были, но их тоже не так уж и много, не так много, как ученых. Если бы такие люди, как Тейяр, вместе объединились, занимались бы, соответственно, серьезной академической деятельностью все вместе, и пробовали разные теории, вот я посмотрел, что из этого получится. Мне интересно, что из этого получится. Я не знаю, как вам, мне просто интересно. Я просто, знаете, делаю предположение о том, что такое возможно. И вы не можете меня переубедить в этом. Я просто, не знаю, ну, я сомневаюсь, можно это или нельзя. То есть здесь и мое сомнение, понимаете? Сомнением вы ничего сделать толком не можете. Вот кто-то, например, убежден, что только теория эволюции и больше ничего. Сейчас охуенно все предсказывают в биологии, работает и больше ничего работать не будет. Никакой креационизм, никакая философия, ничего. Ничего, соответственно, больше не работает. Это серьезное убеждение, это очень серьезное убеждение, да. Оно подкреплено тем, что, ну, современная наука настолько большая, классная, ей там большая система образования, много надо запомнить, она серьезная, да. Безусловно, серьезная, с этим я не спорю. Но если сделать настолько же серьезное и сильное образование для креационистов или для других людей, которые могли бы в данной теме работать, я вот не уверен, что они бы создавали более слабые теории, чем современные ученые. У меня нету оснований так считать. Вообще нету. Пожалуйста, дети умирают там от малярии, на все воля божья, дети не умирают от малярии, спасибо богу. Что бы ни произошло, любой исход, картина мира верующего получается как бы не фальсифицирована. Так, бля, Александр Панчин, смотри, если мы просто опять же берем на уровне абстракции, по типу, ну, в мире есть эволюция, все вокруг меняется. Вот дети умирают, эволюция, а вот дети не умирают, эволюция, да, тоже получается нельзя фальсифицировать. Уровень фальсифицированности теории, он возрастает от того, насколько подробно она проработана. Факт. Это просто факт, да, соответственно. И просто из предсказания, что ну живые существа просто эволюционируют, изменяются нахуй, блядь, тоже ты не сделаешь никаких предсказаний, никакую фальсификацию не сделаешь, ничего у тебя толком из этого не получится. Теория эволюции, да, она большая, она сложная, в ней очень много разных убеждений, в ней много разных механизмов. И только благодаря этому мы и можем делать какие-то предсказания. И одновременно с этим, соответственно, благодаря этому ее и можно как-то фальсифицировать. Ну, мы делаем предсказания, предсказание не сбылось, теория фальсифицирована, получается, да, как-то так. А теория представления о том, что Бог есть, оно как бы, ну, просто Бог есть. И все, оно очень абстрактно. И каких-то серьезных теоретиков, которые какую-то конкретную модель Бога бы предсказывали, не так много. Вот Гегель, кстати, у Гегеля, у него большая философская система, у него абсолютный дух, который занимается саморефлексией посредством вот этого диалектики, и вот в нас абсолютный дух познает сам себя и так далее, так далее, так далее. У него система очень подробно прописана, кстати. Вот Гегеля в каком-то смысле и можно фальсифицировать, потому что он очень тесно с историей связан. И если честно, согласно историческому процессу, который Гегель предсказывает в своих работах, мы можем пытаться предсказывать историю по Гегелю. И если мы не можем предсказать по Гегелю историю, значит, что-то пошло не так, да? Значит, мы можем фальсифицировать Гегеля, наверное. Фальсифицируемо. Это значит, что никто ее не может опровергнуть. Я могу придумать миллиард разных таких нефальсифицируемых гипотез, и будет страшно. Так, Александр Панчин, гипотезы нефальсифицируемые ввиду того, что они не проработаны. И любое предположение, которое на уровне гипотезы появляется, вообще любая гипотеза нефальсифицируемая. Просто так, давайте просто возьмем за основание. Любая гипотеза нефальсифицирована, потому что гипотеза – это прототеория, это какие-то первые такие догадки о том, как мир устроен, и все они нефальсифицируемые. Все они нефальсифицируемые на первом этапе. Потому что, ну, блядь, Бог есть, но окей, как это фальсифицировать? Да непонятно, а какой Бог? Какая концепция конкретна? Какие у него там, не знаю, характеристики четкие, точно? Какие проявления у него в мире должны быть? То есть, если он есть, а если его нету? И так далее, и так далее, и так далее. А у него нет никаких проявлений? Интересно. Какие духовные проявления у него, допустим, есть в нашем внутреннем мире? Что мы должны или не должны наблюдать, если он есть, например? То есть мы должны очень тонко проработать саму теорию Бога для того, чтобы она стала фальсифицируемой. Предлагать можно тогда разные теории Бога, непосредственно будет. То же самое и с эволюцией. Пока эволюция это просто «Ну, животные изменяются, блядь! Ааа, нахуй!» Это тоже не фальсифицируемая. Вот это гипотеза в данном случае, когда просто животные нахуй изменяются, ебать! Она сама по себе не фальсифицируемая. А вот когда мы уже включаем в неё определённый механизм, когда это связывается уже с конкретными животными, когда этот механизм проявляется на конкретных животных, которых мы наблюдаем, и мы можем перекладывать этот механизм на других животных, которых мы пока что ещё не пронаблюдали, например, а тут начинается уже веселее. Тут начинается уже веселее. Но просто я считаю, что мы и креационизм можем пытаться до такого уровня дотянуть. Мы не пытались, мы пока что не пытались этого сделать. Да, человечество не пыталось довести креационизм до уровня эволюционизма. Никогда. Даже близко нет. То есть почти все теологи на протяжении всей истории человечества занимались не тем, чтобы конкурировать с биологами. Понимаете, в чем дело? А те креационисты, которые есть в 90%, даже в 95% случаев, это малые дети, которые нихуя не понимают в том, что они говорят. То есть это не специалисты, которые прошли хорошую биологическую школу, которые хотя бы факты знают вот так вот, чтобы уж прям утром их разбудило, они тебе сказали, где какой череп, на кого больше похож, какие косточки с чем коррелируют, генетика какая-то. Вот эта вся хуйня, гуанин, цитозин, как они все соотносятся на 99%. Ну, неважно. Я сейчас перебарщиваю, наверное, с теми фактами, которые нужно знать. Ну, хотя бы, чтобы человек был в теме, серьезно в теме. У нас такого сейчас просто нету. У нас такого просто сейчас нету. И мы никогда еще не пробовали создать большой, серьезный, зрелый, академический креационизм. Были отдельные попытки отдельных людей, но вы понимаете, один инвалид, даже если он гений, как Теяр. Теяр крут. Я читал Теяра, Теяр крут сам по себе, как отдельный человек. Ту работу, которую он провел, она колоссальна. Если вы хотите почитать хорошего креациониста 20 века, почитайте, попробуйте Теяра, да? То есть, он не то, чтобы вас удивит, и вы не то, чтобы не сможете его не разъебать, да? То есть, не то, чтобы он прям будет неразъебабелен, и вы такие придете, и не сможете его переаргументировать. Да сможете его переаргументировать. Но учтите, что это работал один человек, компетентный достаточно. Ну, еще он работал в те времена, когда были неизвестны многие факты. Это тоже важно понимать. Учтите это, да? Один человек в эпоху, когда многие факты были неизвестны, в одиночку много чего проделал. Вот это интеллектуальный креационизм. Но тоже в одного это не сделаешь, понятное дело, все. В одного победить целую гигантскую навуку, ну, никто не сможет. Канно вовсе в них верить, да? Может быть, существует, опять же, межгалактический огромный носок, который летает возле черной дыры. Это же тоже нефальсифицируемо. Ну, почему в это-то не поверить? Боже мой, носок. Опять чайник Расселона носок. Третий аргумент, ну, я его тоже условно зову философским, хотя это, на самом деле, не совсем даже аргументы, не совсем философские, но, тем не менее, его нельзя не упомянуть. Это история про жопу Хэнк. Это, по сути, рассказ про некоторых проповедников, которые пришли к некоторому человеку, рассказывать ему про некую жопу Хэнка. Блять, лол, а будут какие-то аргументы, которые не являются шутками? Просто, мне кажется... Не-ка-не, не будет. Не будет. А-а-а. Ну, то есть, смотрите, давайте так. Чайник Рассела. Плохой аргумент. Очевидно. По-моему, очевидно. Его 200 тысяч раз кто угодно разбирал. Чайником Рассела, как аргументом серьезным, уже давно покончено. Соответственно. Брит Волкома. Хуевый аргумент. Он оборачивается против всего чего угодно. Говно. Ну, просто потому, что его можно применить как против натурализма и срезать нахуй всю физику без проблем, если сильно захочется. Вера в жопу Хэнка. Ну, просто иди нахуй, как бы. Это вообще даже не считается. Три аргумента было. Больше вроде бы даже не будет. Будет про многобожие, про агностицизм и атеизм рассказ дальше. То есть, вместо того, чтобы почитать нормальную философскую литературу, допустим, и рассказать нам о том, какие аргументы за все время были удачные, сформированы, Панчин, к сожалению, не знает про эти аргументы, и он основывает свою позицию на какой-то хуйне, простите. Ну, то есть, это очень популярные в кавычках аргументы, ну, кроме жопы Хэнка, понятное дело, это очень популярная тема. Но сами по себе, ну, они просто форсятся в сообществе тупых дегенератов, у которых мозги на нулях, да, ноль айкью. Аргументы для ноль айкью буквально, ноль айкью атеист. Если ты тупой атеист, ты обязательно Чайник Рассова будешь упоминать. Про камень, который бог не может поднять, или создать его не может. Может ли бог создать камень, который не может поднять. То есть, они будут вам воспроизводить те аргументы, которые уже давно разъебаны. Он давно разъебан, Максим. Аргумент Чайника Рассела, он недееспособен, соответственно. Все, как бы. То же самое с камнем. Камень тоже недееспособен. Это плохой аргумент. Он просто чисто логический, блядь, странный. В котором непонятно, как понимается всемогущество. Ну, то есть, тут специально берется завышенная степень всемогущества бога. Верить нужно, потому что так написано в некотором тексте, который написал, собственно, тот, в кого нужно верить. Ну, или, по крайней мере, вдохновил этот текст. При этом, никаких доказательств вам предоставлять не собираются. А вам нужно, ну, там, платить десятину, условно, да, или давать донаты в церкви. То есть, от вас требуют каких-то действий. Плюс, вам нужно еще изменить свою жизнь, жить в соответствии с какими-то правилами. Некоторые... Не, ну, тут, как бы, мне кажется, основная центральная концепция христианства – это надежда. Ну, вообще, вера, надежда, любовь – очень-очень-очень-очень смежные такие штуки. И, соответственно, надежда – это очень важная штука, которая довольно смежна именно с верой. Ты надеешься на то, что Бог есть, как бы. Вот. Ты, как раз, принимаешь определенные серьезные действия, потому что ты надеешься, что Бог есть, и в итоге тебе будет воздаяние, и тебя, соответственно, ну, ты будешь жить в раю, воскресят, будет классно. Ты будешь таким крутым весь классно, да, класс, короче. Здесь реально центральный концепт именно надежды. Ты надеешься на то, что, вот, тебя ждет, в конце концов, спасение. Что вообще есть Бог, и вообще все это работает. Это как Панчин, например, не знаю, надеется, что ему грант выпишут. И что-то для этого делают. Только в более большом таком масштабе. Как-то так. Ну, то есть, одно дело надеяться на то, что ты грант получишь, и ты все равно работаешь, ебашешь, может быть, несколько лет ебашешь на этот грант. Вот, и только потом тебе его, может, дадут, а может, и не дадут. Как-то еще может по-другому оно сложится, да. Ну, ладно, ты не всегда, конечно, на грант несколько лет ебашешь, но обычно ты просто что-то пишешь, тебе говорят, делай, будем платить. Ну, или в конкурсе тебя пропускают, и ты потом уже начинаешь работать. Но все-таки, все-таки ты все равно что-то делаешь для того, что у тебя есть надежда. Но она более приближенная. Относительно с Богом это супер надежда на что-то, на супер результат. То есть, тебе гарантируется, что будет прям, ну, охуенный результат. Ну, и более того, обычно в христианской картине мира Бога как-то оправдывают. В том плане, что зло это не он сам, и не он тебе зло вершит. Просто ты сам будешь во зле, потому что ты отдалишься от Бога. То есть, если ты будешь близко к Богу, то есть, если будешь следовать по его заветам, то у тебя все будет чики-пуки. А вот если ты от Бога отдаляешься, ну, как бы ты сам себе, по сути, вредишь, получается. И ты сам окажешься там, где ты, там, что ты для себя создал, по сути. Как-то так. Четвёртый такой вот философский аргумент на тему веры в Бога. Я его впервые услышал от Ричарда Докинза, но на самом деле он принадлежит Стивена Робертсу. И звучит он примерно так. Когда ты поймёшь, почему ты не веришь во всех... Ладно, ещё один аргумент. ...вотальных возможных богов ты поймёшь, почему я отвергаю твоего. Действительно, существует бесконечное количество потенциальных возможных богов. Ну, это правда, да. Но, с другой стороны, мы можем это переформулировать таким образом. Когда ты поймёшь, почему ты не веришь во все остальные религии, ты поймёшь, почему я отвергаю науку. Во. То есть можно просто взять и немножко это всё переобобщить, то есть не про богов, а про убеждения. Или, например, когда ты поймёшь, почему ты не веришь во все остальные убеждения, кроме своего, ты поймёшь, почему я отвергаю твоё убеждение. Вот так вот тоже можно переформулировать. Абсолютно такая же убедительная сила будет, и с таким аргументом можно прийти к тому, что ты откажешься просто от всего. То есть вот этот аргумент, он может быть и действительно, да, как-то может заставить нас задаться вопросом, а действительно, почему? Просто проблема заключается в том, что небольшая его вот переформулировка, в принципе, может заставить нас вообще во всем усомниться и отвергнуть практически все. Агностики — это люди, которые вообще-то говорят, что познание, в принципе, того, как мир на самом деле устроен, оно невозможно. Это то есть, с которым я, в принципе, не очень согласен, в том плане, что мы точно знаем, что какие-то вещи мы можем познавать. Ну, смотря что мы познанием называем вообще-то. Смотря как строго мы к термину познания подходим. Ну, кстати, действительно, я вчера... Я вчера, меня действительно как-то оно немножко вкурило, потому что, мне кажется, я понял, в чем проблема. Имеется зацикленное представление о знании. То есть, то, что делает наука, то и знанием и является по определению. Понимаете, какую бы хуйню наука не сделала, это просто будет являться знанием вне зависимости от объективности, истинности, реальности вот этой хуйни, которая произведена. Это реально озарение, на мой взгляд. Это озарение святое. Господь Бог мне его не спаслал. Шутка. Ну, все-таки, да. Но все-таки это, конечно, похоже действительно на озарение, просто потому что, ну, блин, оно так и выглядит. Тут, смотря какой термин знания мы вообще возьмем, их тоже может быть довольно много. Если мы говорим об, собственно, доказанной истине, то есть, знание равно доказанной истине, то есть, классическое определение знания. Наверное, 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 все-таки агностики, ну, правы, не правы, я не знаю, ну, у них здесь есть за что посоревноваться. Вот. А непосредственно, как бы это сказать, если мы берем другие определения знания, более мягкие, и тут зависит от того, как мы их сформулируем. То есть, опять же, для кого-то знание это то, что можно использовать на практике. Ну, наверное, агностик вряд ли будет противоречить тому, что какие-то вещи можно использовать на практике, согласитесь. Это было бы крайне странно, ну, потому что, ну, вот, я не знаю. Вот у меня есть экспандер, я качаю руки. Теперь у меня очень крепкая хватка, и я могу схватить вас за сисечки очень сильно. Что за хуйню я несу? Ужасно. Мой хват за сисечки... Ладно, хватит эту шутку про сисечки, успокойся, Шед. Ну, вы поняли. То есть, вы можете почувствовать на своих сисечках, на своих руках, как я сильно вас схвачу. Да, соответственно, мой хват стал сильнее. Вот. Мощнейший хват за сисечки... Простите, не за сисечки, просто за руки, за руки, за руки, не за сисечки. Я как мур хватаю за руки. Всё, за руки хватаю. То есть, ну, конечно, это ни в коем случае не то же самое знание, которое мы имеем в виду, когда говорим о знании как соответствие наших представлений, реальности, да ещё и доказанном соответствии наших представлений реальности. Ведь знание это ещё и доказанное. Понимаете? А ведь когда мы, соответственно, работаем со знанием, многие хотят, ну, как бы, преуменьшить немножко его значимость и сказать, что это просто обоснованная какая-то, обоснованная истина, а может быть, даже и не истина, просто какое-то обоснованное правдоподобное положение, вот это знание для кого-то, понимаете? А что значит правдоподобное, какими средствами обоснованное, а то, ну, и как, почему мы тогда должны на это знание опираться, если оно просто правдоподобное, как минимум, да, и тут как бы одно правдоподобное, в кавычках, знание, которое является всего лишь обоснованным другому знанию, рознь, по крайней мере, потому что, ну, вот, если мы знанием считаем, в том числе, практически всякие штуки, ну, я, например, могу, там, не знаю, вот эту штуку на 60 килограмм несколько раз сжать, ну, прямо сейчас не смогу, у меня руки болят уже, я уже, я целыми днями ее жму теперь, да, но вы поняли, то есть, если практически знание тоже знание, ну, тогда вот одни знания, они вот такого характера, то есть, они легко подтверждаются, а другие знания, это типа какая-то там теория эволюции, которая рассказывает нам о миллиардах лет развития живых организмов, которые мы не видели и никогда в жизни, скорее всего, не увидим, то есть, вот одно знание другому знанию оказывается рознь, а есть вообще какое-то, в кавычках, знание, которое просто, ну, теория, которое пару раз там, ну, фальсифицировать попытались, не смогли фальсифицировать, а дальше фальсификаты закончились, и мы такие, ну, типа, блядь, Базон Хиггса, допустим, есть, нахуй, ну, наверное, есть, чё, ха-ха-ха-ха, мы его не опровергли, мы тут какую-то хуйню гигантскую построили на кучу километров, и мы не опровергли Базон Хиггса, наверное, он есть, мы его тоже никогда в жизни не увидим, мы его тоже никогда в жизни не увидим, ну, допустим, есть, или нам придётся строить ещё более ебанутую хуйню, ещё жёстче проверять, а денег столько пока нет. В принципе, позиция атеизма, это не то, что Бога прям 100% нет, это то, что дайте мне доказательства. Нет, позиция атеизма, как ты сам сказал в начале, это то, что Бога нет. Нет, ты же сам в начале провёл разницу между атеизмом и атеизмом. Атеизм как раз говорит о том, что, ну, как бы, доказать этого нельзя. Атеизм говорит о том, что, ну, как, атеизм говорит о том, что Бога нет, соответственно. Всё, и атеизм — это не запрос, доказательство — это уже убеждение, согласно которому Бога нет. Дайте мне пруф от того, что Бог есть. Если же быть таким вот последовательным агностиком по отношению к Богу, то придётся быть и последовательным агностиком, там, условно, к, не знаю, лепреконам. И говорит, ну, я не знаю, лепреконы, может, есть, может, нет, невозможно... Блядь, опять аналогии пошли. Познать, кто ж его знает, да? Стоп, а почему ему последовательному агностику в области Бога придётся и против лепреконов? Так же, быть агностиком. Может быть, у нас действительно нету никаких ДК, вообще ничего в пользу лепреконов. Относительно Бога у нас есть какие-то пруфы, попытки, по крайней мере. Они недостаточно убедительны, безусловно. Но при этом они есть. Как-то так. Ну, и лепреконы и Бог — это объекты абсолютно разного антологического уровня и абсолютно разной значимости для существования нашего мира. По крайней мере, так подразумевается. По крайней мере, так подразумевается. И в этом плане, ну, Панчин абсолютно... Абсолютно мимо со своими аналогиями бьёт, ну, такое себе. То есть такая позиция оказывается, ну, немножечко слабой. Ну, как было сказано, без яиц. Хотя, на самом деле, они похожи, да? Позиции агностицизма и атеизма, они очень близки друг к другу. Зачем вообще надо доказывать существование Бога? Потому что Панчин считает, что относительно Бога у нас, типа, знание. Понимаете, верующие считают, что у нас знание относительно Бога. Вот. И поэтому надо доказывать. То есть он почему-то применяет характеристики, да, вот необходимые вещи для получения знания на веру в Бога. Это интересный заход, нет, в скобочках, вообще неинтересный. Ну, вот, оно так вот работает у Панчина в голове. Опять же, позиция неверующего человека. Человек, который не будет сходить там... Вот разбирал бы он, а зачем нам верить в Бога? Вот действительно, а зачем нам верить в Бога? Пари Паскаля есть. Пари Паскаля, окей. Пари Паскаля, оно как раз подсказывает нам, почему нам неплохо было бы верить в Бога. Я считаю, что Пари Паскаля слабая штука. Почему? Ну, в Пари Паскаля говорится, то есть если Бог есть и ты в Него верил, то ты получишь офигенное воздаяние. Воздаяние действительно офигенное, я согласен. Но также Паскаль говорит, что если ты веришь в Бога, а Бога нету, то ты получаешь незначительные неудобства. Я здесь абсолютно не согласен. Если ты веришь в Бога и Бога нету, ты получаешь огромные неудобства, колоссальные неудобства, гигантские неудобства в жизни. Ты ограничиваешь себя от классного секса, от ограничивания себя от большой вкусной прикольной еды. Ты качком даже быть на самом деле не можешь. Если ты верующий, ты не можешь быть качком, потому что качки едят больше, чем им нужно для того, чтобы насытиться. Качки, блядь, постоянно нарушают, они смертный грех, чревоугодие постоянно у них, понимаете? Ужас. Ужас. Нельзя быть даже качком. Запрещено быть качком в христианстве. Ну, косвенно, но запрещено. Христианство это, ну, образ жизни христианина довольно унылый. Простите, христиане, это тяжелый образ жизни. Это жертва, да, то есть вы жертвуете собой буквально, то есть вместо того, чтобы получать удовольствие от жизни, кайфовать, общаться с прекрасными людьми, заниматься сексом, там, я не знаю, качаться, там, я не знаю, становиться красивым, востребованным у женщин, которым тоже нравятся подкачанные, крутые мужики, там, и все такое, да, и мужикам нравятся мужики подкачанные, там, еще против гомосексуализма обязательно у вас вот этот пунктик, а могли бы пороться, я осуждаю, кстати, нельзя, но все же, но все же, да, столько кайфа в жизни могли бы испытать, но христианство запрещает, запрещает христианство, просто, ну, ну, нет, нельзя. И тут нельзя, и там нельзя, и это нельзя, и вот эти вот крутые штуки, типа, там, вкусно, похорошо покушать, сытно, и, соответственно, сексом позаниматься вне брака, это, блядь, вообще осуждается, христианство, вообще смертный грех, смертный, блядь, грех вообще, да, как жить вообще, господи, все, что человеку физиологически доставляет удовольствие и делает его жизнь лучше, в христианстве практически все это запрещено. Ну, короче, вы же понимаете, да, это не то, чтобы большая жертва, это гигантская жертва, то есть, если Бога нету, и я исповедовал христианство, да я просто охуею. Я такой, вот, блядь, чего? То есть, давайте так, допустим, Бог есть, но он не христианский, он мне скажет, так ты мог там трахаться и есть что угодно, ты как бы здесь просто потому, что, я не знаю, ты умненький. Мне нравятся умненькие ребята, ты здесь умненький, ты, вот, короче, с нами. И все, больше ничего от тебя не требовалось, просто быть умненьким. И я с Панчином таким стою, а Панчин нихуя не делал там, он, не знаю, он трахался с мужиками, допустим. И я такой, блядь, стою такой охуевший и такой, чего, блядь? То есть, я отказывал себе почти во всем крутом ради всю жизнь, всю жизнь отказывал, да, вот во всем там. Пытался грехи свои замолить, пытался от этих грехов убежать, как-то их не делать, признавал, что это плохо, а секса там хотелось покушать, хотелось и все такое, я себя постоянно ограничивал. Это очень большое ограничение, ну, как бы. То есть, пари Паскаля, на мой взгляд, плохой аргумент, но он про веру. Пари Паскаля, оно про веру как раз, понимаете? Оно рассказывает, почему вам лучше, приветствую мани, именно верить. Там не про знание, это вопрос не знания, это вопрос веры. Оно, поэтому и пари. Ну, а что, в таком случае, не все равно, если ты в раю? Да неприятненько все равно. Ну, то есть, смотри, я брал. То есть, Панчин, который всю жизнь был гигачедом, там, и трахал девчонок, допустим, будучи атеистом, там, не знаю, и наслаждался жизнью, чревоугодием занимался, там, и качался, и стал таким прекрасным качком, как он сейчас, допустим, да, он прожил охуенную жизнь, как минимум, он жизнь хорошую прожил. А я такой в раю буду стоять, и вся моя жизнь в нулину, короче. То есть, я прожил какую-то хуйню в итоге. Унылую хуйню прожил, понимаете? Невразительную, невзрачную, вообще абсолютно, абсолютно бездарно потратил время на земле. Ужас. Как быть-то? Зачем? Зачем так жить? А если я еще и... А если и Бога вообще нету никакого? Ну, я просто тогда уже не обнаружу, что я в раю стою с Панчином рядом, который ничего не сделал. Но если бы я там, не знаю, за пять минут до смерти узнал бы, что Бога нет, я бы охуел. Я такой лежу на смертном адре, и ко мне вдруг батюшка подходит, и на ухо такое шепчет, Бога нет. Я бы просто... Чего? Я бы его убил бы нахуй там, просто нож ему в шею так... Я не знаю, но это жесть какая-то. Это жесть какая-то. Я, безусловно, являюсь сторонником того, что человек имеет право верить во все, что угодно. Он имеет право говорить, что он думает, что он хочет. То есть я в этом плане только за многообразие разных подходов, разного хода мыслей и так далее. Но вот религиозные организации, многие... Мне кажется, это лицемерие у Панчина сейчас. То есть он якобы за разнообразие, но на самом-то деле нет. Все, что делает Панчин всю свою жизнь, это сражается против разнообразия разных взглядов и продвигает только научное мировоззрение. Понимаете? То есть это он сейчас на словах такое сказал, типа, ну я типа плюралист, ребят. Но по факту-то ты не плюралист. Ну то есть по делам-то своим ты не плюралист совсем. По делам-то по своим и по своим аргументам и по тем позициям, которые ты отставишь. Ты антиплюралист абсолютный. Они вполне себе успешно пытаются другие точки зрения ограничивать. Ну наука тоже пытается ограничивать другие точки зрения. Это база. Пресса инфробейнл. Абсолютно. Просто абсолютно ограничивает другие точки зрения. Не стоит в белом пальто... У нас жарко, да. Вот. Не стоит в белом пальто в общем-то стоять и понтоваться, какая наука в общем-то святая, абсолютная, великая и так далее. Или по крайней мере вмешиваться в то, как люди принимают свои решения. Даже не думают. Ну например, если взять ту же русскую православную церковь, то они вполне успешно пытаются внедряться и в образование. Кроме вирусов... По науку уже в образование. Разве нет? И вы против того, чтобы они внедрялись в образование? Мм. Отличных телесных болезней кружат гораздо более опасные духовные вирусы. В виде основ православной культуры и в медицину, в виде запретов абортов. Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе церковь рассматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак моральной деградации. И в науку в виде ограничений... Офигенно, Панчин. Давай мы про тебя такое же видео сделаем в вырезке. Вообще без проблем. Вот. Панчин такой же, как и вот эти вот все дядьки, которых он только что показал. В этом проблема. Он абсолютный манист. Существует огромное количество мифов об атеизме, которые распространяются, в том числе людьми верующими. И эти мифы тоже это отдельная тема, которую я хотел бы сейчас обсудить. Первый миф гласит, что без религии не было бы морали. Люди были бы все какими-нибудь страшными преступниками, вот атеисты. В глазах некоторых верующих это должны быть обязательно какие-то люди, которым нельзя доверять. Ну, мне кажется, в современном мире только очень глупый человек такое может озвучивать. Ну, именно я не про Панчина. Я именно про этот аргумент. Ввиду этого, ну, как бы так, то, что без религии не было бы морали, это очень глупая идея. Ну, потому что, ну, блядь, ну, как минимум до христианства мораль уже была. Очевидно. Ну, то, что религия это сильный стимул к моральному поведению, да, это правда. Есть такое. Другой вопрос, а правильно ли мораль у данной религии? Ну, как правильно, или неправильно, вообще может быть она правильная или неправильно. Просто, если не бывает правильной морали, вот, то, то, как бы придерживаться какой-то морали странно. Согласитесь? Панчин не понимает христианскую концепцию здесь в данном случае, что, как бы, опять же, адом тебя не наказывают. Вот. Адом тебя не, адом ты сам себя наказываешь, плюс-минус. То есть, в христианстве ты, как бы, это результаты твоих выборов оказываются в данном случае. Это не наказание тебя, как, ну, типа, я не знаю. Тебя здесь не наказывают. Ты сам себя ставишь в определенное положение. Не, ну, это, конечно, одна, но все же одна из основных. И так вот, тут еще важно, что главное в концепции христианства это самопреображение моральное. Ты сам себя морально преображаешь. То есть, это не то, чтобы ты такой, блядь, так, сейчас, я не буду грешить, но, блядь, бог, я его наебу, наебу бога, сейчас, сейчас наебу бога, ха-ха, я не буду трахать женщин, но буду думать, ха-ха-ха-ха, блядь, я гений, я наебу бога, ха-ха-ха, блядь, это не христианин. То есть, если вы будете постоянно думать, как вы ебете женщин, в очередь их там выставляете, но при этом ни одну не выбите, вы грешите, как бы, вы бога не наебете в этой концепции. То есть, вы либо морально преображаетесь, либо у вас нихуя не получилось. То есть, либо вы по-настоящему раскаиваетесь, либо вы не выполнили функцию, которая на вас возложена в христианской морали в данном случае и христианским институтом. Тут как бы такой нюанс. То есть, если вы будете смотреть на булочку и такой, блядь, какая вкусная булочка, но я ее не съем, потому что я наебу бога, я наебу бога, наебу бога, блядь, да? Какой я хитрый, какой я хитрый, блядь. Ну, такое. И опять же, вы гнев, например, испытываете, смертный гриф, но вы такой, блядь, я бы отпиздил этого пидораса, я бы ему ебалик расколол, но я этого не покажу и бога наебу, ха-ха. Это так не работает. То есть, вы должны искренне понимать, что это плохо, искренне с этим бороться, ну, и желательно победить. Ну, победить не обязательно, раскаиваться хотя бы обязательно, но искренне. И в христианстве искренность, она как бы, бог является главным экзаменатором этой искренности, получается. Как-то так. Испанчин не очень понимает, как здесь христианство работает, поэтому он озвучивает такую нелепую штуку относительно морали. Парадоксально, но да ладно. Если человек делает что-то хорошее просто потому, что это хорошо, потому что он хочет сделать хорошо другому человеку. Что значит это хорошо? А как определить, что хорошо, что плохо? Есть что-то объективно хорошее и плохое? Ну, как заранее поясните, Ну, у христиан понятно, у них как бы заповеди определенные, да, есть определенные моральные ориентиры. А вот без христианства как определить, что хорошо. А как ты определишь, что значит хорошо сделать другому человеку? Как вот, не знаю, по себе, ну, я не знаю, например, придешь ты к человеку и помочь ему попытаешься, а человек, он какой-нибудь параноик, он наоборот подумает, что ты пытаешься его убить. То есть, ты пытался сделать хорошо, а ты наоборот человека напугал, допустим. Не все то хорошо, что хорошо, собственно, для тебя. Это вот важно, это важно, да, здесь понимать. То есть, ты можешь делать человеку то, что ты считаешь хорошим для себя, но для него это будет плохо. Многие родители так поступают с детьми вообще-то, когда пытаются им какие-то вещи свои навязать, как-то помочь в их жизни, они думают, что они делают хорошо, да, благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну, типа того, ну, просто кантианские императивы, на мой взгляд, не очень хорошо работают. Именно по той причине, не делая с другими то, что не хочешь, чтобы делали с тобой, это, блядь, как бы, ну, если очень упрощенно воспринимать, да, мы сейчас не будем про эти максимы, хуяксимы, но я в более упрощенном виде смежную такую концепцию озвучу, которую все поймут. Это же, ну, хуйня, это не работает. Я не знаю, допустим, я мазохист, и я хочу, чтобы мне было больно. Значит ли это, что я должен выходить на улицу и делать другим людям больно? Нет, не значит. Вот. Как-то так. Или, допустим, я это, как-то говорю. Допустим, я работаю в горах, пасу овец и ебу их. Значит ли, если я подарю кому-то раздолбленную овечку для секса, это будет хорошим подарком? Гениальные примеры от Шадова всегда. Работают. Ну, окей. Человеку. Есть такой сериал, который называется The Good Place. Про жизнь после смерти. Там есть бальная система, по которой выбирается поют его в хорошее место, но, собственно, в рай или в плохое место в ад. Ты здесь, потому что спасла невидных от смертной казни. Значит, совершайте хорошие поступки, вы поете в рай. И там есть принцип, что если человек узнает про эту систему, то хорошие поступки ему больше не засчитываются. В этом есть справедливость, потому что если сделать что-то хорошее от искреннего... Ну, да, серпекарь, только понимаешь, это не работает для всех, соответственно, да? То есть такое правило не будет работать на всех людей. Вот в чем дело. А если составить такой моральный императив, сделать друг с другими то, что они хотят, чтобы с ними сделали, ну, не знаю. Тоже не смотрится довольно сильно, потому что вдруг человек хочет, чтобы ты там убил его сына, там, я не знаю, или еще что-нибудь сотворил. Причем много неоднозначных кейсов может из этого возникнуть. Да, потому что ты добрый по натуре человек, то ты, как бы, ну, молодец. А если ты... Кто значит добрый по натуре человек, Панчин? Что значит? Что значит... Как? Что значит вообще добро в кавычках? Ну, как мы определим, что вот это добро, вот это вот не добро? Итак, ну, я сделаю это хорошим, но сколько мне там за это баллов припишется на небесах, то у меня есть сомнений на тему того, насколько такого человека я бы назвал хорошим. Я не убиваю людей только потому, что за это я попаду в ад. Ну, класс. Я с таким человеком рядом не хотел бы сидеть. Вторая проблема это противоречие этого Тейса совершенно такой базовой биологии. Дело в том, что существует огромный коллег... Ой, началось. ...выдов животных, у которых мы можем наблюдать поведение... Поведение, не мораль, а поведение. Поведение и мораль это разные вещи. Чувствуй. Почувствуй в отцах. Которые по всем своим признакам очень похожи на то, что мы бы нас... Очень похожи, да. ...звали, если бы это были люди, моральным, правильным, хорошим поведением. А еще больше примеров, которым нет. Ну, например, есть, во-первых, замечательная книжка Франца де Авааля, которая называется «Стоки морали». Можете ее почитать. Но я пойду просто несколько конкретных кейсов. Вот, например, в журнале Current Biology вышла научная статья про поведение попугайчиков. У них был такой эксперимент, что попугайчикам показали, что вот есть такая монетка в виде шайбы, которую можно отдать в руку экспериментатору и за это получить еду. И вот одному попугайчику дают эти самые шайбы-монетки, но у него есть окошко, через которое он может эту шайбу передать другому попугайчику. А руку подставляют этому другому попугайчику. И первый попугайчик совершенно безвозмездно, не имея никакой выгоды, не имея для этого какой-то там тренировки, дрессировки, Передает монетку второму попугайчику И второй попугайчик получает еду И получается сделал бесплатно Другому хорошее дело Мораль Тупее А ладно, не буду ругаться на Тех, на кого хотел ругаться Короче, тупее всех сайентисты и атеисты Вот это самые тупые Особенно вот эти вот научные атеисты Сайентисты, пиздец Вот это мораль, ребят, видели? Вот она мораль Вот она мораль Тут еще надо доказать, что это не инстинктивная Хуйня в данном случае, потому что Ну у людей-то у нас инстинктов вообще-то Не то чтобы сильно много Во-первых, да, у нас очень базовые инстинкты Есть, типа там, моргательный, сосательный Что-то вот такое Не более того, в то время как у попугаев А вдруг это просто инстинкт Если это просто инстинкт То есть, ну, попугай не совершает выбора Это не похоже на мораль Более того, что это у попугайчика в голове Тогда получается? Ну, чтобы была мораль Мы должны подтвердить наличие Определенного, ну, определенных ценностей в голове Очевидно, что это вот добрый самолитянин попугайчик, да То есть это, ну, безвозмездный, хороший, ну, поступок При этом это не просто какой-то рефлекс То есть если у второго пугайчика нет возможности получить за монетку еду То первое пугайчик ему никакую шайбу не передает Или возьмите для примера муравейник Так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Может быть он передает именно в контексте того, что у того есть возможность получить еду Может, а так срабатывает инстинкт, рефлекс и все такое Веники вообще существуют совершенно невероятного уровня Там самопожертвования со стороны муравьев Муравьи делают... Так у муравьев-то точно инстинкты То есть мораль муравья, это вообще звучит из разряда какой-то хуйни Все на благо друг друга Они могут... Боже мой Слушайте, реально, вот эта вся сиентическая залупа Которая связана с моралью, с эстетикой и со всем остальным Это настолько плохо еще и аргументировано Вот это кринж Вот это реально кринж Ну то есть люди рассуждают о том, о чем они не... То, в чем они не разбираются То есть они приравнивают то поведение, которое они так или иначе могут назвать моральным К морали, блядь И все Все-все, поехали Круто Убись Вот у нас аналог морали Есть муравьи Муравьи с собой жертвуют Вот так вот Могут защищать своей жизнью свой муравейник Они могут... Ну давайте так Давайте так Давайте так Аналогия муравья и человека Здесь уж точно плохо работает Потому что муравей Кто такой муравей? Муравей лох и чмо, во-первых А во-вторых, он очень инстинктивная зверюха, на самом деле То есть он довольно автоматичен Как я понимаю И в этом плане мы не уверены, что у него есть какая-то рефлексия по поводу морали И все такое Тем временем человек Он максимально не автоматичен То есть у нас с инстинктами очень большие проблемы У нас инстинкты практически отсутствуют И в этом плане мы люди Ну опять же по науке Если мы смотрим в рамках научной картины мира Я тут ни на какую другую пока не опираюсь Соответственно И мы люди Как бы у нас очень большой выбор разных вещей Которые мы могли бы делать И в этом плане мы формируем мораль Мы о ней думаем Какие вещи Какие поступки лучше Какие поступки хуже Какие поступки следует рассчитывать Какие нельзя Какие принципы выбирать Утилитаристические может быть принципы Чтобы большинству людей было хорошо А может быть просто принципы добродетеля выбирать Стараясь соответствовать определенным каким-то вот вещам А может быть мы вообще нигилисты в области морали И мы совершаем так или иначе в кавычках Моральные поступки Но не имея при этом моральной системы Будучи аморальными Я например тоже моральные поступки могу совершать Хотя я не считаю себя моральным человеком Я абсолютно аморальный человек Но при этом я могу совершать моральные поступки И не совершать аморальные Понимаете То есть мое поведение вполне морально по большей части Ну кроме того что я Никиту Абрасову ругаю Вот Ну и не только его Но все же Большая часть моей жизни Она относительно моральна При этом я не являюсь сторонником какой-либо морали У меня морали нет Все За гранью добра и зла Кормить друг друга Они кормят личинок Они кормят королеву Матку Мы можем увидеть огромное количество альтруистических Заходить Просто проблема Александра Панчина здесь заключается в том Что аналогия между муравьем и человеком Не работает от слова ну совсем Давайте так Давайте так Ну Никиту ругаю морально же Так вот смотрите У нас есть с одной стороны поведение муравьев Которое обусловлено инстинктами А с другой стороны есть поведение людей Которое обусловлено разумом нахуй Ну может быть не только разумом Но в том числе разумом так скажем Это разное Это как минимум очень разные вещи То есть возможно у нас У нас и есть Да я уже упоминал его Так вот Возможно в нашем поведении есть что-то общее Но это общее в нашем поведении Получается судя по всему относительно случайно Потому что в одном случае причиной Такого скажем так в кавычках Морального поведения Является инстинкт А в другом случае причиной Морального поведения Является Ну собственно Наше человеческое общество Культура И определенные убеждения Мнения Которые в нас содержатся в итоге Да Которые причем не изначально в нас содержатся Которые в нас привносятся Этой культурой Обществом Которые мы сами потом продуцируем Как-то так Не мы можем создать робота Абсолютно Знаете Вот просто робота Но при этом у него мыслей никаких нету Никакой моральной рефлексии Но при этом он будет переводить бабушек через дорогу Вот он моральный блять или нет Вот это муравей буквально Робот который переводит Автоматически бабушку через дорогу Какой-то Видит бабулю Переводит ее через дорогу Он даже с этим может быть Больше добра сделает За свою жизнь Чем среднестатистический моральный человек Но морали у робота нету У него функция есть Все Это разное И у него вот это переведение бабушки через дорогу Оно работает совершенно иначе Нежели у нас у людей То есть мы еще люди Таки подойдем Посмотрим Так это бабушка Какие у меня убеждения Это ей будет лучше если я переведу Не лучше будет если я переведу Я не знаю Это морально Не морально А принято в этом обществе Переводить бабушку через дорогу Не принято Ааа Хз Мм Морально Но к вопросу о том Что у шимпанзе может быть мораль Я честно говоря не уверен Потому что для наличия морали Нужна высокая степень Абстрактного мышления Не знаю Насколько высокая степень Абстрактного мышления Конкретного шимпанзе От хищников Оперативно Оказывается Ну Сергей Мы также этому роботу Можем заложить установки Согласно которым Он будет ебать этих бабушек Просто видит бабушку Ставит ее раком И блять Просто трахает ее в очко Блять Разрывая ее жопу В кровавые клочья Например Ты же понимаешь И для робота Что то Что другое Как бы Ну вообще похуй Относительно робота Из-за того что у нее Автоматическое поведение Для него это просто Ну равносильные действия Ну просто вот в одном случае Он переводит бабушек Через дорогу А в другом он их жестко Насилует блять И разрывает на куски Например Ну и для него Это что одно Что другое Что в мире животных Иногда Ну просто если мы так На это посмотрим В кавычках С позиции естественного Отбора Допустим А нахуй нам Такой робот Нужен вообще Да Нахуй нам нужен Такой робот Поэтому таких роботов Наверное не будет Ну зачем он нам Но он мог бы быть И это были бы Два абсолютно Идентичных робота Просто с разными Функциями А тут же как По-разному может быть Панчин Разве нет? То есть иногда Эгоистичное поведение Может быть позитивно А иногда Негативно То есть иногда Альтруистичное выгоднее Иногда наоборот Ну например В современном обществе Мне кажется Эгоистичное поведение Будет более выгодно Чем альтруистичное То есть нет Нет конечно Казаться Казаться альтруистичным Выгодно Казаться альтруистичным Выгодно Но только лишь казаться То есть выгоднее Быть лицемером Который пытается Казаться альтруистичным Но при этом Абсолютно эгоистичен Добивается своих целей Идет вперед Набирает большие знакомства Зарабатывает там Большие бабки И потом ему на всех похуй Вот выгодно быть Как Арсен Маркарян И потомство Можно гигантское После этого оставить Кстати То есть в современном Человеческом обществе Ну Это быть альтруистичным Не выгодно Но именно за счет того Что многие люди Альтруистичны Потому что Ими можно пользоваться Вот Ввиду этого Не альтруистическая стратегия Куда более выгодна Чем альтруистическая Главное Немножко Замаскировать эгоизм И все будет хорошо Моральные нормы У людей Постоянно меняются Менялись они исторически И меняются Они даже Ну прямо При нашей жизни В каком-то смысле В свое время Вполне Ну это норм Да И набожный Ну просто проблема Не в нормах Опять же Христианство Это про вечную мораль будет Ну если они меняются Значит Если они меняются В сторону От христианской морали Для христианина Они меняются В худшую сторону Просто Есть известный Аргумент На который я так и ни разу Не встретил Нормального возражения Вот есть предположение Что Бог Он всеблагой Что он всемогущий И он всезнающий Вот есть ребенок Который рождается С врожденным Генетическим заболеванием Который доставляет Ему огромные мучения Он очевидно Не виноват Этот ребенок Виноват Грех По христианству Будет виноват Просто Грех человеческий Греховная природа Ребенка Он ничего плохого Не сделал За что его наказывают Не Ну вообще Он изначально Родился с греховной Природой И все мы заслуживаем Наказание На самом деле Но Если станем Христианами Можем заслужить Прощение Так что Не в христианстве Вот этот момент Конкретно нормально Отработан Бог знает об этом Он может повлиять на это Но он решает Ничего не сделать Так Блядь Это греховная природа Адам и Ева Нагрешили Вот Адам и Ева На базовом уровне Нагрешили Все Иди После этого Мы умираем Болеем Нам хреново И плохо Соответственно Так не снят он Война Он снят в кавычках Знаете За в скобках Очевидно Что одно Из трех Исключено Либо не всезнающий Либо не всемогущий Либо не все благой Вам на это скажут Конечно Что там Дети страдают За грехи отцов А это все Привородному греху Но к этому У меня Отдельная проблема Потому что Вообще-то Идея Привородного греха Ну Имеется ввиду Что в рамках Картины мира Религиозных людей Это Ну не противоречиво Работает Объяснение Оно есть Это просто Антинаучный нонсенс Почему Ну потому что Считается Что типа Вот такие болезни А нет этого Привородного греха Но мы точно знаем Что люди появились В процессе эволюции Откуда И болезни существовали Откуда мы точно знаем Ну ладно И тоже оказалось Что среди ученых Верующих намного меньше Чем в среднем По населению Получаются странные вещи Если мы считаем Что из пив Ну это и не странно Просто в рамках Непосредственно Научной картины мира Действительно Богу места особо нет Надо либо бритвоком Нарушать Либо рационализм Как-то нарушать Что-то не очень круто Не то Чему сиентистов И ученых В их догматике учили Надо отказываться От этого Натурализма А от натурализма Отказываться Не особо хочется Ммм Чашу до дна Мы должны Уверовать Ну то есть На самом деле Оно очень справедливо И правильно Сложилось так Потому что В рамках Натуралистической картины Мира Богу места Просто уже нет Уже Уже более Ста лет Нету Ребят Так что Либо ученый Вы Либо верующий Либо шиз Ну как шиз Либо человек С противоречивыми Взглядами Антирациональными Вот так вот Имеется ввиду Третьего не дано То есть У вас Не получится Составить Какую-то Теорию В рамках Своей картины Мира Которая будет Как бы И одновременно И научно И одновременно И религиозно И еще и бритва Окамо Тут как бы Будет где-то Везде Да И все это Будет рационально И логично И в религии Может еще веры Не будет И ваш бог Не будет вмешиваться В мир Чтобы не мешать Соответственно Миру В Америке Которая Является Предельно Религиозной Страной Более Религиозной Чем Россия На самом деле Мы наблюдаем Именно Такую картину Что только Лишь 7% Ученых И то непонятно Каких Ученых Мы кстати Еще даже не знаем Каких собственно Ученых Да Может быть Дьявол Создал То есть Вы можете Быть верующим Верить То что дьявол Создал науку Чтобы люди Перестарить Верить в бог Вообще Нормальная позиция И можете Пруфать Что соответственно Наука говно Вообще Как бы Сергей Нормальная тема Но только Вам придется Серьезно Начинать это Пруфать А не пытаться Усидеть сразу На 10 стульев Нарушая все Возможные Рациональные Установки Вот Тут как то так Я не могу Себе представить Такую Максимально Рациональную Систему В которой И бог И наука И все они Вместе Друг другу Помогают Ну И бог И наука Хотя С другой стороны Какой бог Может быть Конечно То есть Может быть Какой-нибудь Даистический Бог Но Это не Христианский Бог Явно И не Исламский Бог Исламский Бог Вообще Просто Каждую Секунду Мир Создает Вам Тут Тут Просто Буквально На уровне Физики У вас Противоречия Ну В начале В начале Зарождения Науки Люди Много О чем Не Думали И допускали Это Противоречие Войны В общем Дело Я вот так Я вот так Тебе здесь Отвечу Они Это вместе Совмещали Потому что Ну Во-первых Наука Не была Полноценным Мировоззрением Большую Часть Их Мировоззрение Было Занято Прежде всего Христианством И Очень Мало Было Конфликтов Между Наукой Христианством Все А сейчас Когда Наука Является Полноценным Мировоззрением С полной Картиной Мира Практически Некуда Бога Вставить Бог Везде Мешает Вот Всемогущий Христианский Бог Или Исламский Всемогущий Бог Они Мешают Особенно Исламские Которые Прям Вот Ну Законов Законов Природы Нет Ну То есть Как бы Да Там нет Законов Природы Потому что Ну Все Аллах Делает Это законы Аллаха Аллах Вот так Все это Воспроизводит То есть Тут Изначально Ученые Если Аллах Существует В том Виде В каком Это Описывают Мусульмане Ученые Фундаментально Заблуждаются Что они Пытаются Искать Какие-то Естественные Законы Тут Вообще Сразу Явное Противоречие Получается Что Почему-то Обычный Так Я и не Буду Доказывать Что Не Аллах Может Что Создать По Рационалистическим Каким На каких-то Рационалистических Основаниях Смеси Ислама И науки Современной Науки Имеется Ввиду Невозможно Будет Просто Противоречие На Противоречие Если Нам Похуй На Рационализм Можно Окей Нарушаем Бритву Окама И Аллах Он Это Все Воссоздает Он Законы Природы Создает И Они Сами Как будто Б Работают Он Их Воссоздает И Каждую Материю Создает Она Вроде Бы Есть Вроде Он Создает Короче Нахуяриваем Столько Сущностей Что Все Объясняется Согласно Исламу И христианству Если Мы Нарушаем Рационалистические Законы Может Вообще Все Что Угодно Сделать Тогда Вообще Не Вопрос Это Может Даже Истинной В итоге Оказаться Кстати Противоречие Между Наукой Религии На мой взгляд Очевидно Просто На мой взгляд Зрелый Интеллектуальный Верующий Должен Признать Эти Противоречия И Становиться Антисайентистом Подписываться На мой канал И Вместе Мы Объединимся С ними Будем Разъебывать Науку Вот Как-то Так Приблизительно Так Это Должно Работать Всякий Верующий Должен Сделать Именно Вот Таким Вот Образум Обязательно По-другому Никак Вот Так Вот М Модель Мышления Ученых Вы Здесь Предполагаете Следующий Миф Который Хотел Упнуть Это Тедис Звучит Мирно Так Что Атеизм Это Тоже Религия Ну Начнем С того Что Формально Религия Предполагает Веру Сверхъестественное Существо Смотрим Какое определение Возьмем Существо Существо Вообще Непонятно И Непонятно Вообще В чем Разница Между Естественным И Сверхъестественным И Есть Атеистические Религии В которых Нету Сверхъестественных Существ Ну Могут Быть Какие-то Метафизические Механизмы Типа Там Работы Кармы То есть Есть Отдельно Очищенные От всяких Существ В общем-то Такие Вот Штуки И вот Например Карма Это Как закон Природы Имеет Смысл Рассматривать Или Все-таки Как Уже Приветствую Молли Что-то Метафизическое Просто На каком-то Уровне Мы С трудом Можем Отличить Естественное От сверхъестественного Есть Вот Эта Граница Между Естественным И сверхъестественным Когда Не очень-то Понятно Что И что Ну И на всякий Случай Обычно Все Что не Наука Мы К религия То есть Либо К философии Ну Просто Потому Что Либо Что Просто С наукой Это рядом Не стояло Нормально Не верит Ни в какие Сверхъестественные Существа Там Нету Нет Атеист Может верить Сверхъестественные Существа Конкретно Атеист Отрицает Существование Бога Все Конец Больше Ничего Как бы На общем Уровне Атеист Просто Отрицает Существование Бога И богов Все Конец Причем Он Может В чистом Виде Придерживаться Позиции Согласно Которых Богов Нету Но Есть Другие Сверхъестественные Существа Есть Разные Формы Стихийного Атеизма И В чистом Виде Говорить Что Атеист Отрицает Все Формы Сверхъестественного Это Тупо Да Большинство Атеистов Действительно Отрицают Все Формы Сверхъестественного Это Правда Это Действительно Так Современный Научный Атеист Действительно Отрицает Все Формы Сверхъестественного И Таких Атеистов Реально Большинство Но Были Еще И Были И Есть Такие Атеисты Которые Соответственно Являются Так Назваемыми По Современному Делению Стихийными Атеистами У которых Может Быть Что-то Сверхъестественное Включая Даже Существ Сверхъестественных Кстати Ну Да Ладно Проблема Именно В слове Вера Вера По Определению Это Принятие Чего-то С уверенностью Превышающей Имеющейся У нас Доказательства То есть Вера По Определению Это Почему Определению Ты дал Сейчас Буквально Своё Определение Которое Никто Из Верующих По сути Не Использует В том Виде В каком Ты Воспроизвел Сейчас У вас Нет Нармальных Аргументов Оснований Для Верой В Бога Не Больше Чем Оснований Для Верой В Чайник Рассова И Это Тоже Фактически Верное Утверждение Это Как Говорить Что Допустим Не Любовь Какому Человеку Но При этом Аргументов В пользу Того Что Бог Есть Значительно Больше Чем Аргументов В пользу Того Что Есть Чайник Рассова Но Они Не Все Сильные Конечно Ну Вообще Там Сильных Очень Мало Но Все Ж Религия Не Противоречит Науке Тут Нужно Оговориться Что Можно Сделать Такого Бога Придумать Такого Бога Который Не Это Возможно Придумать Такого Бога Который Не Противоречит Науке Но Все Имеющиеся Боги В мировых Религиях К сожалению Противоречат И Попытка Все Совместить Ну Не До Конца Понятно Зачем Верить Такого Бога Ну Потому Что Он Все Время Вообще Не Вмешивался Какой Шанс Что Он Потом Вмешается И Нас Всех Спасет Честно Говоря Непонятно Да То Есть Вот Он Все Это Время Не Вмешивается И Схуяли Ему Потом Вмешиваться То Такой Деистический Бог Который Ничего Вам Не Обещает И Никогда Не Вмешивался И На Ничем Похожим Не Был И Пророков Не Посылал И На Законы Природы Никак Не Влиял Ну В смысле Имеется Ввиду После Того Как Он Их Создал Ну Окей Только А нахуй Он Нужен Этот Бог Ну Для Верующего Получается Зачем В Него Верить Просто Вот Христианский Бог Понятно Зачем В Него Верить Спасение Все Круто То Ты Потом Бессмертный Классный Благо И без Грехов Все Круто Как Адам И Ева До того Как Яблоко Съели Ты Такой Классный Уже Уже Просто Преисполнился Тебе Хорошо Ты Живешь Бесконечно Там С тобой Рядом Твоя Святая Жена Там Твои Дети И вы Все В раю Близко К Богу И все Кайфуете Классно 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 Короче Бесконечно 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 У вас Все Это Происходит И вы Никогда Не умрете Круто Все Заебись Прям Вот Понятно Почему В это Можно Верить С эмоциональной Точки Зрения А Деистический Бог Ну Как Концепция Да Но Как Вера Как Религия Нет Понятное Дело Да То есть Получается Вопрос А как Так Получилось Что Растения Появились Раньше Чем Солнце И Луна Для того Чтобы Появились Растения Должна Была Быть Эволюция Должен Быть Естественный Отбор Который Позволил Быть Тем Организм Который Изобретут Фотосин Зачем Эволюция Если Зачем Если Есть Бог Нужна Эволюция Вообще Бог Мог Мог Создать Нихуя Другой Бог Который Сначала Создал Светило А потом Растения Путем Эволюции Но Это Почему Путем Эволюции Почему Сразу Путем Эволюции Почему Патчин Не представляет Себе Что Это Было Создано Не Путем Эволюции Легко Представить Себе Всемогущий Бог Который Может Очень Много Сделать Он Просто Может Взять И Собрать Из Нихуя Растения В том Виде В каком Ему Интересно Как Будто Бы Оно Прошло Гигантскую Эволюцию На самом деле Нет И Даже Заложить Внутри Этого Растения Механизм Эволюции Но При Этом Оно Появилось Неэволюционно То есть Бог Вот Буквально Может Взять Вот Так Вот Из Нихуя Собрать Мышь Допустим В любом Может Если Бог Есть Он Может Вот Щелкнуть И Мышь Появится Со всей Генетикой Там С Хвостом Там И Все Такое Вот Появится Мышь Из Ничего И Она Не Эволюционировала Он Просто Создал Вот Такой Вот Бог Наверное Поэтому Может Бога Из Библии Не Существует Но Есть Бог Который Послал На Землю Свою Дочь Непорочным Зачатием Там Случилось Практически Чудо В том плане Что Яйцеклетка Плодотворила Яйцеклетку Получился Двойной Набор Хромосом Сейчас Конечно Такой Возможен С помощью Технологии Стоп Высшие Генные Инженеры Так Могут А Бог Не Может Слабый Бог Абсолютно Беспомощный Вот Генные Инженеры Могут А Бог Нет При Этом Бог Всемогущий А Генные Инженеры Лохи Ну Как Обычные Люди Ну Да Если Так Подумать Бог Это Высший Генный Инженер Если Так Посмотреть На Не Ну Конечно Генные Инженеры Так Могут Блядь А Вот Бог Нет Панчин Ну Даже Витя Не Понимает Что Он Мелет Мне кажется Если Был Этот Аргумент Сейчас Был Услышал Он Б Вынужден Был 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 Принять И Опрос Это Среди Биологов Как Раз Самый Высокий Процент Людей Которые Не Верят Бога Среди Ученых Потому Что Биологи Вот Эти Все Вещи Они Понимают Они Очевидны Тривиальны Что В Библии Описывается Бог Которого Не Может Быть Потому Что Противоречит Науке Может Быть Есть Какой-то Друг При том Что Панчин Недавно Говорил Что Мы Не Можем Быть Убеждены В том Что Научные Теории Представления Абсолютно Истинны Вы Понимаете Вообще Понимаете Насколько Ну Какой поток Ебанутой Шизофрении Мы постоянно Слушаем Насколько Бы Это Не Слышалось Со Стороны Рационально Потому Что Ну Дядя Панчин Ученый Говорит Вроде Бо Последовательно Как будто Б Вот Он Недавно Заявлял Что Наука Вроде Бо Не Истинна И Мы Всегда Даем Шансы Своим Оппонентам Конкурентам Потом Неожиданный Креационизм Антинаучное Говно Просто Блять Без шансов Пошло Нахуй Отсюда А потом Внезапно Мы биологи Так мы Буквально Все это Видим Прям эволюцию Перед глазами У нас Протекает Понимаете Это прямо Дико очевидно Тривиальные вещи Это противоречит Библии И все Бог не мог Конец Потому что Это противоречит Науке Причем Говорить Не просто Если вы Принимаете Науку То вы должны Не принимать Религию С этим я Согласен Нет То есть вы Еще и рационалист Одновременно С этим Понятное дело Если вы Принимаете И рационализм И науку И религию Вы долбоеб По итогу Все Если вот эти Три пункта Ваше мировоззрение Есть Вы дегенерат У вас Либо рационализм Плюс наука Либо рационализм Плюс религия Все Конец Они противоречат Друг другу Да Они противоречат Друг другу В данном случае Ну либо вам Какой-то новый Рационализм Надо разрабатывать Совсем новый Так вот Так вот Но при этом Видите Он говорит Что вот Они-то Они истину Лицезреют Вот в том Как она И была И есть И будет Вот видите Он говорит Все Противоречит Науке Следовательно Этого нету Такого бога Нет и быть Не может Потому что Наука Конечно же Теологи На это вам Скажут Что нет Ну библия Это просто Метафора Не нужно Понимать Буквально То что Там перепутан Порядок Там когда Растение Когда светило Так можно Произвольно Менять в порядке Библия И то как мы Ее сегодня Интерпретируем Это просто Продукт Нашего восприятия А это значит Что в общем-то Все что угодно Можно предположить Что это метафора И можно предположить Что вообще-то И само существование Бога в Библии Тоже метафора Что бог Это большой взрыв Вот Можно предположить Что все Вот эти моральные Учения Которые есть В Библии Тоже метафора И когда говорят Не убей На самом деле Значит устрои Какое-нибудь Побоище И там есть Так и есть Буквально В Библии Как бы Шутка Серьезно Там можно убивать То есть по факту Бог прям буквально Разрешает евреям убивать Он говорит им Не убей Но это не убей Другого еврея По большей части А так убей Вообще-то Религиозная община Она была бы Нежизнеспособной Если бы нельзя Было бы убивать Трудно себе представить Такую религиозную общину Ну и сначала Еврейскую А потом уже Христианскую В которой было бы Запрещено убивать Вот буддисты Не убивали И что с ними В итоге случилось Их нахуй Выгнали из Индии Че А потом их Хуярили китайцы Как бы со всех сторон Ну то есть опять же Когда они съебались Из Индии И оказались Где там В Тибете в своем Но потом в Тибет Это вот просто Китайцы Вот так вот Вот так вот Китайцы Тибет Соответственно Вот они мирные Буддисты К вопросу Но буддистам Все-таки более-менее повезло Буддисты Нереально быстро Распространялись И на очень широкие территории То есть Да вот буддизм Как раз тот пример Такой религии В которой вроде бы Воевать и не очень круто Но как бы Распространились Они знатно И за счет этого выжили А христианство И ислам Ну там Блядь Убей Да убей Конечно убей Как иначе-то А вот Я не вижу нормальных ответов На эти вопросы И я не понимаю Как в 21 веке Можно так легко Отмахиваться От этих неудобных вопросов И продолжать Просто слепо Ну так ты же Отмахиваешься От вопросов Про науку Саентизм И все остальное Ну как ни странно Люди могут Отмахнуться От всего Это видимо Характерная черта Для огромного Для всех Практически убежденных Людей Так убеждения работают Ты точно так же делаешь Когда дело касается Твоих Исконных убеждений Ты просто Отмахиваешься От ответов И Панчин отмахивается И Образцов отмахивается И Алипов отмахивается Все отмахиваются Это легко Ну как бы Это просто база Оно так работает Это очень универсальная стратегия Только проблема саентистов Заключается в том Что они такие Не мы не отмахиваемся Мы на самом деле Рациональные Мы отбираем лучшие Концепции Ууу Только на самом-то деле Вы хуевых отбираете Вы нечестно Подходите к отбору И там где надо Вы отмахиваетесь Всегда Так оно И происходит Сколько уже обличаю Саентизм И всегда одно и то же Вплоть до того Что люди просто Воспроизвести аргумент Не могут просто Воспроизвести Просто вот Сказать его так же Как его говорю я Не имеется ввиду Даже понять Простить Отпустить Все такое Откомментировать Адекватно Нет Люди Не могут просто Прочитать И повторить Послушать И повторить Послушал Выписал На бумажке Себе Проанализировал И попробовал Это опровергнуть Хотя бы Почему-то Это мне Это на самом деле Выгодно Мне это выгодно Давайте так То что люди В кавычках Отмахиваются У меня какая-то Моя аудитория Конечно есть Моя аудитория Это конечно в том числе Ну как это Заходит то что я говорю Понятное дело И чем больше от меня Отмахиваются Тем мне на самом деле Лучше Выгоднее Тем у меня позиция Сильнее смотрится Именно для моих ребят Тем тупее Выглядят вот те люди Которые со мной спорят Тем мне лучше В данном случае Но ведь они же могли Реально не отмахнуться Могли бы начать Разбирать аргумент Думать Еще что-то делать Может быть признан Принять его Может быть не принять Не знаю Да То есть здесь уже Здесь могло быть Уже все по-другому Ну Хомячки не хомячки Вячеслав Но все же люди Знаете Они к каким-то Каким-то заходам Более предрасположены Чем к другим заходам И Да Люди здесь Не просто так оказываются То есть здесь люди Оказываются Если у них есть Какие-то сомнения В науке Короче Какие-то предрасположены К антисайентизму То есть она Не обязательно реализованная Но Какая-то она есть Причем вне зависимости От мировоззрения человека То есть он может быть Христианином Там Буддистом Может быть социологом Может быть психологом То есть у нас много разных ребят С очень разными воззрениями Но именно вот Объединяет Какая-то предрасположенность К антисайентизму И к некоторым группам Аргументов Которые я озвучиваю А то что мои оппоненты Меня В хуй не ставят Это гигантский бонус На самом деле Это Как бы Это делает меня Непобедимым В рамках моей аудитории Потому что никто со мной не сражается По сути Меня даже не пытаются победить Ммм Субтитры создавал DimaTorzok